Вечер добрый. Слышали меня на задних рядах? Давайте-ка мы, наверное, пересядем в первую половину зала, потому что раскидываться по всему залу смысла особенного не имеет. Нас немного. Давайте дальше, чем шестой ряд, никто садиться не будет. Куча места в начале. Чуть потише. Чуть потише. Прекрасно. Я вижу кого-то дальше шестого ряда. Давайте поближе. Рисовать я буду мелко, писать еще мельче. Так что чем ближе сядете, тем больше увидите, услышите. Целый свободный, я бы сказал, кластер. Замечательно. Будем начинать. Первое наше правило, поскольку много новых лиц, озвучивая его, берем мобильные телефоны, переключаем их в режим без звука. Это важное правило, поскольку сегодня мы будем говорить обо всем измеримом, обо всем конкретном, в конкретных числах, цифрах. И поэтому тот, у кого зазвонит телефон, конкретно в числах и цифрах, ему должно стать стыдно как минимум на 8 из 10. Если меньше, мы будем добиваться измеримого результата, пока не будет 8 из 10. Все остальные в это время смогут отключить свой телефон еще раз, смотря на то, как ему будет стыдно. Или ей. Так, справились? Прекрасно. Первый вопрос к вам. Поднимите руку те, кто у нас уже был. Ого! Поднимите руку те, кто о нас ни разу не слышал, но при этом все равно пришел. Это интересно. Возможно, читали описание, смотрели ролики по телевидению, смотрели ролики в интернете. Может быть, чему-то учились уже из того, что у нас предложено бесплатно в интернете. Сегодня подробнее расскажу обо всем. И начнем, наверное, со знакомства. Вас много, не так много, как должно было быть, но тоже много. Поэтому представлюсь я. И мы начнем. Зовут меня Николай. Я основатель этого тренингового центра, называемого Advanced. Advanced – это крупнейший тренинговый центр в Санкт-Петербурге и крупнейший в России по технологиям обучения. За прошлый и частично за прошлый год и начало этого мы обучили более 100 тысяч человек. Это 70 тысяч через онлайн и 30 тысяч непосредственно в этом зале. Еще 15 тысяч – это Москва. И чем мы занимаемся? Мы занимаемся нечто необычное. То есть, если вы введете в интернете обучение, будет огромное количество словосочетаний на слово обучение. Но слово технологии обучения будет выдаваться в первую очередь мы. Поскольку мы практически единственные, кто этим занимается, из русскоязычных людей. Первое. Да и вообще к этой теме почему-то интерес в России крайне слаб. Это второе. Что такое технологии обучения и чем конкретно мы занимаемся? Мы ищем, исследуем, комбинируем, создаем, тестируем технологии, которые позволяют более быстро обучаться. То есть, необычно 5, 7, 10 лет школы с известным результатом, 2-3 года курсов с известным результатом. Мы разрабатываем технологии, которые позволяют учиться намного быстрее. Сегодня я вам несколько таких технологий дам, которые будут относиться к языку. Ну и в процессе расскажу про своих учеников. Если кто-то не смотрел ролики с первого канала, новостные или с НТВ, расскажу следующее. У меня более десятка ребят, которые закончили без единой тройки высшее образование за один год. У меня есть ребята в 16 лет с высшим образованием, есть в 19 с двумя высшими образованиями. Это очень высокого класса специалисты. Как? Расскажу частично сегодня. Ну, про школьников, в принципе, говорить нечего, потому что там все просто. 3-6 месяцев, 8-9 класс, человек заканчивает школьную программу. Если он 14 лет заканчивает школьную программу, 16 лет, он может иметь высшее образование. И причем качество этого высшего образования будет на порядок выше, чем у специалиста, который в 22 года закончит даже с красным дипломом это же высшее образование. Сегодня мы будем говорить с вами о языках. И мы поделим наш семинар на две части. Во-первых, названия у него два. Первое – это «Как выучить английский за три месяца». Об этом в самом конце. А вначале – это технологии обучения и технологии работы с словарным запасом. То есть как набирать словарный запас, как слово выбирать, запоминать. И на нем я отдам вам самые простые и самые эффективные технологии по набору, запоминанию, выводу в актив и так далее, и так далее, и так далее. Плюс объясню, как и откуда брать слова. Объясню, почему так, а не иначе. И за сегодня, надеюсь, процентов 80 вопросов, связанных в целом с языком, и процентов 70 вопросов, связанных с словами, мы с вами полностью закроем. Относится семинар к любому языку. То есть если вы учите иврит, китайский, корейский, вьетнамский, которого нет, или любой другой, для вас семинар будет полезен, но все примеры я буду приводить на английском языке. Почему? Потому что самая большая статистика у нас собрана на английский язык. Более тысячи студентов, которые более 100 тысяч часов обучались у нас, и за которыми мы наблюдали в течение трех месяцев, каждый день, фиксируя результаты, и эти результаты я вам сегодня буду на них приводить примеры. Есть ли те, кто учится, кстати, не европейские языки, точнее, не английский? Хм, как и у вас, немного. Все остальные учат божественный язык английский? Замечательно. И прежде чем мы начнем, я пущусь в замечательной нашей бумажке, для того, чтобы не только вам говорить, но еще и показывать. Мы вас сегодня и научим, вы сразу поймете, как это работает, вы сможете прямо придя домой применить эти технологии. Плюс вы сможете узнать, и в-третьих, вы сможете увидеть, как это работает. И я попрошу заполнить вот такие листочки. Как они заполняются? Тут большая инструкция, читать ее не надо. Давайте я лучше ее проговорю. Если вдруг что будет непонятно, можно будет в листочке прочитать. На одну половину зала я пущу листочек от 0 до 50, на 49, на другую часть от 50 до 99. Ваша задача вписать туда одно слово русского языка, предметное, существительное. Стол, стул, коробка, чашка, чай. Человек, автомобиль, колесо. Общеизвестное слово. Каждый раз пишут синхрофазотрон. Не могу с этим бороться никак, поэтому явно оно будет хотя бы один раз. Кто-нибудь да напишет. Читать предыдущие слова не нужно. Пишите, будет повторяться, ничего страшного. Не будет повторяться, тоже ничего страшного. Главное, пишем печатными буквами русское слово, предметное, существительное. Пишем его быстро. Сейчас его придумываем. Например, паук, хорошее слово. Или табуретка, скатерть. Придумали, пришел к вам листочек. Вы записываете на свободное место слово печатными буквами. Выписываете себе это слово под номером и передаете листочек. Желательно, чтобы за 10 минут листочки обошли всех вас. Здесь от 0 до 49. Ваш номер 0. Печатными буквами. То, как я буду писать, не сваливайтесь в такое же. Это не печатные буквы. У вас номер 50. Обязательно написали, выделили себе это слово, зафиксировали, оставили. Это задача на один по сложности. Задача по сложности на два. Это Advantlish. Чтобы вы не говорили, что наши ребята знают все языки, и особенно английский, мы сделали следующим образом. Мы продемонстрируем, как можно запоминать иностранные слова с величайшей скоростью, просто колоссальные. Если кто-то смотрел видео с первого канала, то там вот такой лист на 100 пунктов с номерами со всей структуры. Девушка запомнила с одного повторения за 8 минут. Потому что она это делает долго, потому что это все-таки первый канал. Так это можно делать за 5-6 минут. Мы здесь с вами напишем 50 слов неизвестного до силы языка. Просьба на русском языке придумать какое-нибудь слово из одного, двух или трех слогов, поставить обязательно ударение, и придумать к нему перевод, опять же, образное слово. Например, вентилятор будет Сухан. Глаз будет, или гора будет Казад. Ставим ударение, пишем эту пару слов. Сначала слово иностранное, потом слово русское. Выписываем его себе, номер необязателен. Передаем следующему. Пустим, наверное, вот так. Раз, два, до кого дойдет, тот напишет, поскольку здесь только 50 пунктов. Как только у вас листочек готов, поднимайте его вверх и дожидайте, пока его у вас не заберут. Тот, кто заберет, тот знает. Ну что, можно приступать. И первое, с чего мы начнем. Потом, кстати, есть ли преподаватели? Я знаю, что они не поднимут руку. Раз, два. Ух ты, статистика прямо нарушается. Обычно 5% преподавателей, из которых 2% поднимают руку. Остальные, все они сидят второй, третий ряд, первый ряд практически никогда. Что интересно, кроме наших. Почему спросил про преподавателей? Сегодня вам дам технологии, и мы утверждаем, открыто утверждаем, в том числе и по телевидению, что у нас самые эффективные технологии по изучению языков. Как мы это проверим с вами? Поскольку закон о рекламе говорит, что нельзя так говорить, что самые эффективные. Надо говорить просто эффективные. Почему мы говорим самые эффективные? Поскольку, если вы преподаватель, если вы ученик, если вы исследовательный разработчик, или просто человек, если вы знаете, где есть технологии, или знаете сами технологии, которые работают лучше, чем то, что мы предлагаем, пожалуйста, подойдите ко мне, или напишите мне, и тот, кто предложит технологию, которую мы оттестируем, и она будет работать лучше, получит 50 тысяч рублей. Предложение открытое, безвременное. Поэтому, если кто-то знает что-то более эффективное, пожалуйста, пишите. Огромное количество отзывов. Да, все банальщина. Попробуйте найти что-то более эффективное. Так вот, для того, чтобы нам решить максимально провести с пользой эти два склонных часа, давайте разберемся, какие у вас проблемы возникают с иностранным языком. И моя задача, чтобы сегодня из этого зала вы вышли и на 80-90% все свои вопросы закрыли по изучению языка. Вы сегодня узнаете, сколько учить язык конкретно в часах, как его учить, на каждую задачу вы получите свой инструмент. Несколько инструментов мы прямо с вами отработаем. Несколько инструментов я дам ссылке, где их получить бесплатно, чтобы вы пришли домой. И, например, если у кого-то есть проблемы со спеллингом, то есть написанием побуквенно английских слов, есть такие? Как-то вас немного. Остальные пишут грамотно на английском языке, был бы французский, подняли бы все руку. Английский язык действительно язык несложный, но когда его создавали, решили, что давайте для сложных понакидаем разных букв, чтобы они читались не так, как надо. Поэтому сегодня я вам дам ссылку на технологию, где за 45 минут вы поймете, как это делать. И за полтора-два часа из тысячи любых слов, которые вы знаете, английского, французского, любого языка, кроме китайского. Китайский это отдельный разговор. И древне-египетского. Там тоже отдельный разговор, поскольку там картинки. Вы узнаете, как убрать тысячу. Из тысячи слов все ошибки. То есть тысячи слов вы напишите, сначала у вас будет 200 ошибок, через полтора-два часа вы напишите тысячу слов, и у вас не будет в них ни одной ошибки. Через пять лет вы напишите эту же тысячу слов, и у вас там не будет ни одной ошибки. Такая вот технология существует. Дам вам ее сегодня бесплатно. Давайте определимся, с чем вообще возникают проблемы в изучении языков. Не обязательно английского, потому что если бы проблем не было, все бы вы знали язык. Логично? Логично. Поэтому давайте накидывайте мне варианты, с чем у вас возникают сложности. О! И вы не преподаватель. Странно. Понимание на слух самое сложное для русских проблема. Мы сегодня об этом подробно поговорим, поскольку русские почему-то неплохо говорят, прекрасно читают, нормально пишут, но практически ничего не понимают. Европеец на полном серьезе. Русский может что-то обсудить, то есть сказать, прочитать Шекспира, обсудить Шекспира, но в ответ он ничего не поймет, если это будет реальный носитель языка. То есть не будут рафинированные учебники, где нет ни фразовых глаголов, ничего, и будет говориться, там, меня зовут Джон, а тебя как зовут, и там, вопросы к тексту, как звали Джона, как звали Билла. Если это реальный текст, реальные новости, русские люди почему-то крайне плохо понимают. Возьмите европейца, он будет криво-косо говорить, с кучей ошибок, то есть испанец будет по-испански на испанском английском, корейец будет на корейском английском, но они все будут понимать английскую речь на слух. Что интересно, при минимальном возможности говорить. Русские намного лучше говорят, чем понимают. Сегодня дам вам технологию, которая в 5-10 раз ускорит навык понимания на слух, постановку. У нас люди, примерно за 15-20-25 часов работы по алгоритму, получают плюс 1-2 уровня по навыку понимания самому сложному навыку. 20-25 часов это ничто по сравнению с тем, сколько сотен и тысяч часов вы проводите, просматривая новости, фильмы, с субтитрами, без субтитров, неважно. Есть специальный алгоритм. Еще. Неужели это все? Кто? Про это тоже мы поговорим, это называется вывод в актив или навык разговора. Либо они набраны неправильно, то есть без контекста, о чем сегодня будем говорить подробно. Тогда неудивительно, это как в библиотеке, в которой не пронумерованы книги. Как вы думаете, будет ли вы легко находить книгу, если там 10 тысяч книг? Сегодня я об этом расскажу. Затронули мою любимую тему лексика. Поскольку я на ней специализируюсь уже много-много лет, точнее даже, наверное, лет 7. И про лексику больше, а вон, куча свободного места. Или вон. Про лексику сегодня все вам расскажу. Поскольку лексика, на мой взгляд, и не только на мой, является самым большим камнем преткновения в английском языке. Поскольку если бы вы знали 5000 иностранных слов, ваш английский пошел бы в 5-10 раз быстрее. Потому что все абсолютно навыки, вся грамматика, все отрабатывается так или иначе через слова. Посмотрите на узбеков, которые никогда не знали, что такое причастие или идея причастия, но при этом говорят. Они говорят, потому что они знают слова, и дальше все навыки у них растут. То есть они могут накидывать слова, у них навык разговора, навык понимания, потому что слова. При отсутствии слов невозможно ни один навык точить вообще. А слова занимают от половины до 85% времени изучения любого языка. Это разные-разные оценки. 50% – это самые оптимистические оценки авторов, на которых я бы не стал ссылаться. Потому что 50% – это как бы совсем ничто в изучении языка. В реальности, по моим оценкам, это примерно процентов 70-75 при обычных технологиях изучения языка. То есть три четверти времени вы будете только зубрить слова. Сегодня мы расскажем вам, как вот это время сократить как минимум раз в 5-7. И даже покажем. Еще. О, языковой барьер. Прекрасно. Это навык разговора. О, языковой барьер – это такое постсоветское слово, которое очень трудно переводится на другие языки. Если кто-то мне может сказать, как оно переводится реально на английский язык, и есть ли такое понятие в английском языке, буду вам благодарен, потому что я не нашел такого понятия в других языках. Почему? Технология обучения у нас в Советском Союзе была такова, что сначала нас учили читать, писать и не учили говорить. Поэтому языковой барьер вполне себя оправдывает, если вы можете читать Шекспира, но не можете сказать «дай мне книгу Шекспира». Понятно, откуда он возникает, да? У ребенка есть языковой барьер? Конечно, нет. Разговоры, языковой барьер. Что еще? Знаем мы всю лексику. Навык понимания на слух поставили. Навык разговора все слова выучены, вывели в актив. Никто не сказал про грамматику. Грамматика английского языка сложная. Сегодня мы 10 минут уделим, я разберу всю грамматику английского языка. Выключить? Дует. Давайте его развернем в другую сторону. А вот видите, провод мешает. Сегодня мы разберем всю грамматику английского языка. И наши товарищи преподаватели на всякий случай следите. Вдруг я введу в заблуждение бедных людей о том, что грамматика английского языка настолько проста. В реальности она настолько проста, что можно за два часа с шутками и перебалутками полностью рассказать. От начала и до конца. И это делают люди и не только я. Грамматика. Что самое сложное в грамматике? Удивите меня. Глаголы. Ну давайте так. Глагол слишком большая тема. Времена. Времена считаются самой сложной темой английского языка. В реальности времена достаточно простые. Мы первая компания, которые запустили коммерческий продукт все английские времена за три часа. Два года назад, даже уже два с половиной года назад, мы на это набирали более тысячи человек суммарно. Они прошли этот тренинг и результат был 95-98% правильно построенных предложений. Человек, который минимально знает словарный запас на самых простых примерах. На все времена, употребимые в английском языке, человек к концу семинара мог с бумажкой, с листочком, еще не на уровне автоматизма, построить, а самое сложное это выбрать время. То есть отработать, какой где глагол ставится, это чисто техника. 20 раз делал и отработал. Вопрос выбора. Потому что там 12 времен. 16 времен. Сегодня разберем. Чуть-чуть коснемся времен. И в конце, после блока программатики, вам должно быть смешно, когда кто-нибудь будет говорить, согласование времен. А сколько сейчас структур согласования времен и правил? 5, 10, 100, 200? Вроде 3, может быть 4. Но не больше 5. Как и в любом другом правиле английского языка. Мы сравним с русским языком, с таким простым языком, как русский. И вы увидите, что в принципе английский язык не то, что там в 10 раз сложнее, а раз в 10, а то есть в 20 проще. Это не арабский. Проще грамматика, я знаю только одно. Это грамматика китайского языка. Если кто-то знаком с китайским языком, потрясающе. Когда у них была, видимо, задача составить язык, они сначала отметили. Там, видимо, русские составляли. Сначала отметили. Потом нарисовали, когда отметили. Поэтому такие прикольные иероглифы есть. А потом, когда 2 дня до сдачи осталось, они вспомнили, что надо бы еще грамматику сделать. И взяли и думали, что грамматик, давайте халяву сделаем. Приписывают там 10-20 иероглифов, которые приписываются. То есть там нет времен, там я пойду, буду долго ходить и так далее. Там, я ходить в школу вчера. Или просто я хожу в школу в прошедшее время. Все. Ничего не изменяется. Никаких правил. Вообще ничего. Там 10-20. Вот эти, я даже не знаю, как они называются, после логи, что ли. Просто я ходить в школу в прошедшем времени. Я ходить в школу в будущем времени. Вот так китайцы общаются. Проще только грамматика китайского языка. Что еще? Все ли вопросы мы решили? Чтение письма ни у кого не вызывает вопросов. Я рад. Еще. Не разобрать устную речь, навык понимания на слух. Произношение, фонетика. Вот сейчас как раз и поговорим. Давайте так. Вспомните еще вопросы. Напишите. Я напишу тот вопрос, о котором буду в самом конце говорить. Это общая структура изучения языка. То есть это вот как вождение. Если вам дадут автомобиль и все. Надо как-то с ним разобраться. Правильно? Найти человека, который это умеет водить. Возможно, он вас научит. Или не человек, или книгу. То есть сама методика. То есть как это делается. Для того, чтобы нам понимать, как это делается, то, что нам в школе не рассказывали, а понимание-то очень важное, что под каждую задачу есть определенный инструмент. У всех специалистов есть набор инструментов. Не существуют специалисты с одним инструментом. Назовите мне хоть одного. В строительстве молоток прекрасно выполняет определенные функции. Забивает гвозди. Помогает общаться с людьми. И все. У него ограничено. Колоть орехи. У него ограниченная применимость. Им можно пилить доски. Но мы пробовали, реально очень долго выходит. Очень. Это нужно, чтобы молоток очень крепкий, с гвоздодером, чтобы он перепилил доску. Получается некрасиво, долго, неэффективно. А нам бы хотелось эффективно. Для этого есть пила. Дрова. Помню, в детстве был случай, когда мы собирались в поход, и человек собирается, он берет и топор, и пилу. Я спрашиваю, а зачем топор? Он говорит, ну, дрова. Я говорю, зачем пила? Дрова. Я говорю, а где интеллект-то? Он говорит, и то дрова, и то дрова. Возьми одно. Оно же тяжелое. Он говорит, давай так, если я возьму одно, то ты. Я говорю, не-не-не, я почувствовал, что там подвох. Он взял два инструмента и дал мне сначала попробовать повалить дерево с помощью топора, точнее, с помощью пилы, а потом распилить на доске, на куски, с помощью топора, а разделить потом каждое бревнышко с помощью пилы. Я тогда понял, почему топор и пила нужно брать всегда вместе, потому что не очень удобно получается. Поэтому после сегодняшнего дня, я надеюсь, глупых вопросов о аудиокурсе это хорошо, вы не зададите, потому что хорошо есть скальпель, прекрасен скальпель для операций. В скальпелях, кстати, не один десяток, существует у них, у каждого есть свое название. Хороший молоток, прекрасен молоток для решения определенных задач, но с помощью молотка мы не можем и вылечить, и построить дом, так же, как с помощью скальпеля одного. Поэтому каждый препарат, каждая методика, каждая техника, каждый инструмент для определенной задачи подходит. И наша задача найти самые эффективные инструменты, которые подходят для каждой задачи. Потому что если вам дать молоток, то вы быстро забьете все гвозди, а потом будете думать, как же мне теперь промерить расстояние. Потому что молоток для этого крайне плохо предназначен. Из чего же состоит язык? Все мы знаем, что там есть лексика, поскольку все сталкивались с ней. Это слова. Там, говорят, есть грамматика. И есть фонетика. Я рисую с разным размером кружочки, поскольку они реально разного размера. Это большой, это поменьше, это совсем маленький. Это по времени, которое вы затрачиваете при обычном обучении. Ура! У нас целый листочек, который заполнен, как я вижу, не до конца. Пускаем снова. Пока не будет до конца заполнен. Конечно. Работу мы все доводим до конца. Лексика, грамматика, фонетика. На лексику, как я говорил, от половины до 85% времени затрачивается. И поэтому ее я разберу первой. Грамматика. После перерыва разберу, чтобы вам было смешно, когда кто-нибудь говорит, ой, грамматика, я тут разбираюсь с согласованием времен, уже третий день. Вы говорите, да, тест на IQ не пробовал заполнить. Часа четыре дать человеку и подсказки, знаете, с ответами, чтобы сравнил. И фонетика. По поводу фонетики, давайте начнем с этого конца. По поводу фонетики. Плюс заключается в том, что в английском языке нет ни одной гласного звука, такого же, как в русском языке. Точнее, это минус, конечно. С другой стороны, фонетика английского языка крайне проста. Любой из вас может услышать, даже если у вас нет слуха. Английский язык, там все звуки понятные. Это в отличие от французского, в отличие от китайского или хмерского, где огромное количество тонов. То есть, услышать можно легко. Если кто-то пробовал аудирование на французском языке, то там огромный, то есть, там изучение языка усложняется тем, что вход в язык очень длинный за счет того, что уха натренировать на реальную речь крайне непросто. Там 15 букв, а один звук. Я утрирую, конечно. И там огромное количество звуков, там диапазон шире, чем наше ухо. Так что мы не слышим тонов, а для них это очень важно. Если кто-то общался с корейцами, я преподовал корейский язык, русский язык корейцам в Корее, так в общем корейцы, которые хорошо говорят на русском, 5-10 лет здесь живут, они все подходят с одним и тем же вопросом, говорят, а зачем вы придумали на один звук две буквы, Ш и Щ? Для них в языке это одно и то же. У них прикольный язык, у них нет тонов, но у них три буквы Т, три буквы П, 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 П. Две О, О и О. Совершенно разные буквы на самом деле, как у нас А и О. Но они до сих пор не думают, зачем Ш и Щ? Это одна буква. Вот в французском таких пар очень много для русских людей, которые можно только научиться писать, а слышать очень долго. В английском языке, благо, все быстро слышится. По поводу произношения. Если у вас нет трех основных проблем произношения английского языка, у вас можно поставить произношение крайне быстро. У нас сейчас вводным курсом к языку идет два дня, это постановка произношения, мы даем базовые принципы чтения, базовые принципы постановки произношения, соответственно базовые чтения фонетики. Для того, чтобы люди запоминали огромное количество слов, сразу с правильным произношением. Два дня. Не 10, не 20, не полугодовой курс каждый день, а два дня. И на курсе каждый, на каждой, знаете, по 10-15 минут на фонетику. В итоге к концу курса за три месяца у людей стирается русское произношение. То есть у людей еще не чистое произношение британское или американское, но людей переспрашивают, откуда вы. Потому что из Восточной Европы всегда ясно, когда человек, потому что есть определенные звуки Т и Д, сразу выдают, даже не буквы Р, которые в принципе уже выдают, а Т и Д выдают прекрасно. И выдают, в основном, согласные звуки, а не гласные. Так вот, фонетика ставится, если у вас нет трех проблем. Первое. Негерметичность тортовой полости. То есть если там одной щеки нет, то крайне трудно некоторые звуки воспроизводить. Не пробовал, но люди говорят. Специалисты. Второе. Если у вас нет передних четырех зубов, будет крайне сложно, есть некоторые звуки, которые в русском языке можно воспроизвести, в английском нет. И последнее. Это укороченный язык. Но для русских это не актуально. Есть культуры, где язык реально специально укорачивается для определенных целей. Так вот, если у вас нет этих трех проблем, можно проверить. У вас с фонетикой проблем быть не должно. Даже если у вас нет слуха, то есть если медведь наступил на ухо, самое главное, чтобы не медведь наступил на зубы. Тогда все нормально. Грамматика. Про нее что говорить? Самая простая грамматика. Ну, одна из самых простых грамматик европейского языка. Европейских. Я, к сожалению, не знаком с итальянским и испанским. Это два более простых языка, чем английский из европейских. Проще не существует. Отлично. Администратор у нас готов первый лист. Можно отдавать в производство. Про грамматику поговорим. И лексика. Лексика это ого-го. Но вопрос к вам. Поднимите руку те, кто считает, что выучив все слова, всю грамматику и поставив все произношения и интонирование, вы будете знать английский язык. Отлично. Двое. В названии семинара есть две фактические ошибки. Как выучить английский за три месяца имеет две фактические ошибки. Первое. Английский язык нельзя выучить. Если мы вам предложили, как выучить готовку за две недели. Как выучить автошколу за три месяца. Как выучить вождение за три месяца. Не чувствуете? Скух не режет. Как выучить каратэ за полгода. Это первая ошибка. Язык это не знание, это навык. Единственное, кто знает грамматику, еще умеет говорить, это крайне редкие люди. Это особо генетическое, я бы сказал даже, это не от природы, это преподаватели. Только одни люди умеют реально говорить и знают грамматику. Люди, которые свободно говорят, не знают грамматику. Через год, через два, через три после изучения языка они не помнят и не могут ее объяснить. Есть кто свободно говорит и может реально объяснить грамматику, выйти и объяснить? Да вряд ли. Только преподаватели. То, что им надо знать, как грамматика объясняется, но при этом для разговора ни один американец вам не объяснит грамматику. Большинство преподавателей на курсах не знают, что такое герундий. Проведите исследование, спросите, что такое герундия. Они говорят, ну это так с ингом. Это поподробнее, а поподробнее в учебнике. Это с ингом, это еще в лучшем случае, если они будут знать. Некоторые говорят, что герундий, что это такое? У нас разговорный курс. Какой герундий там? У нас английский язык, не китайский. Так вот, на самом деле это как ПДД, а еще не вождение. Язык определяется четырьмя навыками и все международные экзамены, кроме, конечно, русских экзаменов, типа ЕГЭ хоть как-то близко, хотя тоже крайне странно, там упор идет. Кроме кандидатского минимума в России, кроме многих экзаменов российских, все международные экзамены состоят из четырех навыков, потому что язык это четыре навыка. Только в английском языке есть еще одна ситуация, где вы не применяете ни один из навыков. Только для английского языка он уникален. В этом смысле. Расскажу какой. Навыки это разговор, то есть продукция вашей речи. Есть мысль, воспроизведение на английском языке. Понятно, что каждый из навыков можно измерить в скорости, в сложности, в количестве мыслей, хотя в том, понимают вас или нет. Навык понимания. Если есть преподаватели, вы сразу так поежились. Матерное слово аудирование мы сегодня не используем. Также слово слушание, потому что результат от слушания это процент наслушиваемости, правильно? То есть если вы не заснули на лекции, вы наслушались сто процентов. Является ли это то, что вы сто процентов поняли? Нет. Понимание должно быть результативным процессом, и это процент понятого. Слово аудирование, потому что это считается пассивным навыком, мы не берем, потому что аудирование считается пассивным навыком, и поэтому у русских людей самые большие проблемы с ним. Хотя навык понимания самый простой в постановке. По шаговый алгоритм 45 минут видео, просмотрели, приступили, 20-30 часов, у вас плюс уровень минимум. По навыку понимания, хотя вы могли просмотреть до этого 1000-2000 часов видео и не получить плюс один уровень по навыку понимания. С чего бы это? Так вот, по статистике около 40% времени реальный человек, выучивший язык, слушает и понимает. Около 30% он производит речь, говорит. Около 15-20% он читает, и не более 10% он пишет. Поэтому два наших пассивных навыка это чтение и письмо. Очень кратенькая общая рекомендация по технологиям. Под каждой из задач есть свои технологии. Буквально в формате обзора рассказываю вам. Первое, чтение. Во-первых, давайте договоримся, что наш семинар для людей, кому больше 9 лет. Не хочу отвечать на дурацкие вопросы. Самая лучшая технология это закинуть человека в англоязычную среду, чтобы он там научился языку. Готов спорить на любые деньги, что вы забросите человека с IQ 160, а мы его здесь будем учить. При целенаправленном обучении даже в самом плохом человек быстрее растет. Если мы посчитаем по часам затраченного времени. Если он там 5 лет живет и каждый день общается по 2-3 часа, это одно. Но извините, за 5 лет по 2-3 часа он может выучить 15 языков, как делают мультилингвисты. Не тратить на это 2-3 часа. Петров, сколько он там заявляет у него? 30 языков? 20? У меня 10 языков на уровне разговора на разном уровне. Я не тратил на них по 3 часа на упражнение всего этого времени. Последние 2-3 года я вообще практически ни один язык не трогал. Так вот только для развлечений. Там тысяча-две тысячи слов, парочка грамматических структур. Так, просто чтобы на отдыхе не терять квалификацию. Не более того. Серьезным изучением языков давно не занимаюсь. Просто по причине отсутствия времени. Нужно поднять язык до уровня нормального владения. 2-3 месяца. Каждый день по парочке часиков надо уделять. Это немало. Не 10, не 11 лет, не 15, а хотя бы месяца 3. Так вот, про навык понимания. Самый сложный навык. И, кстати, с него начинается любой ребенок. Сначала научается понимать маму, потом что-то говорить, потом читать, потом писать. Нас учатся в обратном порядке. Сначала читать. Но если вам больше 9 лет... Кстати, кто считает, что лучший способ научиться английский язык, это заброситься в англоязычную среду. Просто чтобы мне понять, стоит ли потратить 2 минуты на то, чтобы вам сказать, что это не так. Если вам больше 9 лет, на 99,9% это не сработает. Я хочу посмотреть на человека, на котором это сработает. Я знаю только одного такого человека, но у него есть определенное отклонение психические. То есть он как ребенок, которому младше 9 лет, но при этом он осваивает языки как ребенок. Дети, у них нет другого выбора. Они осваивают. Я видел ребенка в 5, тогда ему было уже 6 лет и несколько месяцев, который владел 4 языками свободно. Китайским, русским, английским, корейским. Читать он мог только на русском языке, поэтому, когда я к нему приходил, говорю, можешь проверить перевод? Прочитай мне, говорит, я ничего в этих каракулах не понимаю. Говорит, что английский язык. Говорит, нас в садике не учат. При этом человек говорит на китайском языке, переводит с корейского на китайский. Представляете, маленький ребенок. Почему? Потому что родители практически всю жизнь прожили Китай, Корея, а все международные садики, они на английском языке. То есть они его специально отдавали в английский садик, но он общался, соответственно, на китайском и на корейском языке. Ну и русский язык дома. Понятно, что от него никуда не деться. Они очень аккуратно подходили к вопросу, чтобы у него ни один язык не провисал. Понятно, что ребенок, сейчас ему лет, наверное, 12-13, надо поинтересоваться, сколько языков у него сейчас и на каком уровне. Так вот, самый простой пример, это 2-3 года назад была огромная шумиха по поводу того, что фашизм возвращается в Восточную Европу относительно... У нас об этом мало говорили, на Западе об этом говорили много, что русские начали бить тревогу, что их гадкие эстонцы снова начали свою политику 41-42 года. Перечитайте историю, что они там делали в это время. Так вот, эстонцы сказали, что это вы живете 20 лет на нашей территории и получаете от нас деньги. Давайте-ка вы сдадите экзамен на минимальное владение эстонским языком, чтобы вы можете сказать, я хотеть булка, дать денег на булка. Вот, если вы можете сказать, я хотеть булка, дать денег на булка, мы вам будем платить дальше. Русские воспринимают, что это как фашизм, ничего себе, 20 лет живем на чужой территории, получаем от них деньги, проживание, и теперь надо говорить, я хотеть булка на эстонском. За 20 лет вы что? Это же даже не школьная программа. Поэтому, а из 10 профессоров, которые меня обучали в Корее, из 11, только один человек говорил на корейском чисто, все остальные по 10-15 лет прожив в Корее, это профессора, это высшее образование, это PHD, степень на Западе, это не то, что у нас кандидат наук. Так вот, эти люди не говорили по-корейски, то есть они могли объясниться, они знали, как будет сдача, как будут деньги, как доехать до туда, до сюда, не более того, могли читать вывески. Все, это люди по 10-15 лет там прожившие. Только один человек говорил чисто на корейском языке, но никто не знает почему. Возможно, потому что у него жена кореянка, возможно, потому что у него первое высшее образование, это корейский язык, корейская история, возможно, потому что он самый известный в мире историк корейской, то есть англоязычный историк Кореи, и у него доступ во все архивы. Кто же его знает? Но почему-то он знал корейский язык. А, еще у него двое детей корейцы. Да. Но мы так не выяснили, как это, остальные не знают, а он знает. Хотя прожил он столько же, сколько и остальные. Но нужные органы разберутся, как только у нас будет ответ, я вам расскажу. Так вот, поехать в среду и находиться в среде никак не поможет выучить язык, если вы его целенаправленно не учите раз. Точнее, поможет. Таджики и узбеки прекрасно учат языки, но надо понимать, что нам до таджиков и узбеков далеко, потому что каждый таджик и узбек владеет как минимум двумя, а то и тремя языками. Они не владеют одним языком. Они как минимум узбекский и таджикский, это принципиально разные группы языков, но они владеют и тем, и тем. То есть они на базовом уровне понимают. Я когда все время спрашивал у таксистов, говорю, давай, учи меня, то есть чтобы не скучно ехать было, учи меня. Я говорю, а поймут таджики? Он говорит, да все понимают. Я говорю, так это же разные языки. Он говорит, какая разница, у нас все все понимают. И мы турецкий понимаем все. Я говорю, турецкий же это вообще черт знает где. Он говорит, ну и что? Мы понимаем. Русский понимаем, там телевидение русское. Таджики понимаем, таджиков много. Узбекский родной наш язык. Тюркские языки, ну в принципе, что-то, где-то, как-то, если были друзья в школе, тоже понимаем. Поэтому они осваивают быстрее, конечно, чем мы. Бывает русский поехал в США, пять лет прожил, вернулся сюда, и говорит, как твой английский? Perfect. I speak perfect. English language. That's all. Думаешь, ничего себе? Надо бы самому так попробовать. Так вот, поехали. Чтение как таковой задачей не является, потому что если вы умеете уже разбирать буквы английского языка, если вы читаете по-русски, то если это не арабский, не китайский, никакой задачи в чтении нет. Там нет самостоятельного навыка чтения, который нужно ставить. Что это значит? Если вы знаете все слова, если вы понимаете минимальную грамматику, чтение как таковой навык вам ставить не нужно, чтобы годами читать. Все навыки, которые ставятся в чтении, они являются другими навыками. Поэтому чтение отдельно отрабатывает бессмысленно. Это хороший инструмент. Запомните, научиться читать, это только на самом начальном этапе. Дальше это инструмент. Как венчик для взбивания блинчиков. Мы же его не поджариваем. Это инструмент, который нам взбивает блинчики. Мы же его в долевую массу блинов не вписываем, правильно? Прекрасный инструмент. По поводу письма. Письмом отдельно заниматься я не рекомендую. Почему? Даже СПБГУ и РГПУ, то есть это два самых наших больших университета по изучению иностранных сил, даже они, после того, как Европа пришла к этому лет 20 назад, они тоже пришли к тому, что отдельно письмо не дает никакого плюса, кроме письма. Что это значит? Они почему-то раньше считали, что если вы хотите стать чемпионом мира паром в рестлингу, то какая система тренировок вам требуется? Приседать, бегать, массаж ног, но ни в коем случае не тренировать руки. Это официальная позиция изучения английского языка в России. Что это значит? Письмо и разговор. Это принципиально два разных отдела мозга. У нас есть два центра. Центр устный и центр письменной речи. Есть огромное количество девиаций, известных, когда люди прекрасно говорили, но не писали. Очень много из греков и римлян. Многие из них вообще ничего не писали, не оставляли после себя ничего. Они прекрасно говорили, писать не умели. Письменная речь, если вы сравните, есть юристы здесь. Юристов учат, что нельзя сравнивать. Доказательством не является письменная речь. То есть я человек что-то сказал, вы меня записали, и потом сравнили с тем, что я написал. Это не является доказательством. То есть анализ текста такой не будет принят как доказательство. Почему? Нейрофизиологи сказали, что разные части мозга отвечают за это. Бывает, человек говорит прекрасно, плохо пишет. Бывают люди, которые прекрасно пишут. Известных писателей есть такие люди, но при этом говорить они не умели вообще. Ну, вообще на публику. Криво-постно. Поэтому в эту сторону не работает. При этом письмо очень длительный навык. Если кто-то из вас вдруг отрабатывал грамматику на галитинском, страшнее ничего нельзя придумать. Только копать картошку. Это примерно так же продвигает в английском языке, как галитинский и письмо. Но все, что вы можете сказать, я готов утверждать, что вы можете написать. То есть если вы можете сказать I have a dog, вы можете написать I have a dog при условии, если вы знаете, как пишется каждое слово. Согласны? Любой ребенок, который знает буквы, который знает, как пишут слова, может написать все, что угодно, что он скажет. Говорит, чтобы запомнил еще то, что он говорит. Поэтому навык письма по большому счету. Давайте с вами считать, условно считать, для тех, кому больше 9 лет, что это комбинация навыков разговора и сперринга. Кто-нибудь из вас пишет на чистовую, то есть в голове не продуцирует фразу, которую он пишет. Есть такие уникумы? При письменной речи вы в любом случае формируете предложение в голове, и никак иначе. При разговоре вы этого не замечаете. При разговоре у вас есть мысль, и оно формируется автоматически. При письме вы так иначе формируете мысль, и после этого пишете. Все, что вы можете сказать, вы можете написать при условии того, что вы правильно пишете. В самом конце семинара я расскажу, что сделать, чтобы получить бесплатно видеоурок по сперрингу. Как взять тысячу любых слов и убрать из них все ошибки. Если вы знаете 5-7 тысяч слов, то есть у вас прекрасный уровень английского языка, 7-10 часов, и вы убрали все ошибки из английского языка. Все ошибки из французского языка, все ошибки из латинского языка, и даже все ошибки из русского языка. Два с половиной года назад, или два, когда был год учителя, на Невском проспекте висела фотография. Это моя коллега, учительница русского языка. Она ту же самую технологию применяла на детях. 8 академических часов, ни одной ортографической ошибки в ЕГЭ. На двух параллелях, на протяжении двух лет, все это дело исследовалось. Технология не новая, просто мы ее объединили с другими технологиями и сделали более эффективной. Сможете применить сами, ничего для этого не потребуется специального. С письмом разобрались, с пониманием в самом конце, опять же расскажу, как получить этот видеоурок, тоже бесплатно. Про навык разговора. Про него долго говорить не буду, скажу где-нибудь в самом конце. Обычная практика дает крайне слабый рост навык разговора. Почему? Там игнорируются все три основных принципа установки навыков. Там нет изоляции. Человек говорит обо всем, 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 всем. Это так же, как если вас... Никто не пробовал нанимать человека, который исправил ваши ошибки в английском языке. Абсолютно бесполезное занятие, потому что меня, помню, в ректорат вызвали, когда я преподал русский язык корейцам. Я же хорошего хотел им, я исправил им все ошибки. В итоге у меня через два месяца, после того, как я начал учить корейскому языку, люди с третьего курса русского факультета перестали говорить на русском языке, стали общаться по-английски, даже в ректорате. Они не поняли, что произошло, выждали меня. Я говорю, я им исправляю ошибки. Говорят, ну да. Ты не первый, кто так пробует, так не работает. Ваши учителя всегда исправляют вам 10, 15, 20 процентов ошибок, не более. В хороших школах в контракте написано, что они исправляют все ошибки, что у человека пропадает вся мотивация. Поэтому про навык разговора поговорим еще отдельно. Когда мы говорим про грамматику, потому что это связка. Грамматика и навык разговора необходимо выводить одной технологией в актив сразу же всю грамматику, сразу необходимо вводить в актив, используя слова. В целом, структура понятна, из чего стоит язык. Если на этом и так вопросы, если есть вопросы в вебинаре, пишите, помощник мой не их прочтет. Все вроде предельно ясно. Есть ли что-то еще в языке, что мы не затронули? Мотивация все в самом конце. Я дам вам прямо математическую формулу мотивации, и вы четко решите прямо на семинаре, имеет смысл вам учить язык или не имеет. Неважно, каким образом. Все в конце. А, крючочек. В английском языке есть ситуация, которая отсутствует во всех других языках, при которой вы можете коммуницировать на английском языке, при этом не используя ни один из этих навыков. Это какая ситуация? Уйти по-английски. Тогда не используете ни один из навыков. Разворачиваете и уходите. Уйти по-китайски нет такого. Уйти по-монгольски. Ну, частично есть такое выражение. Это вся структура языка. Нет в языке ничего другого, кроме этих навыков. Все международные экзамены проверяют вот эти навыки. И у вас в сертификате будет стоять оценка по каждому из навыков. По каждому. Никто не проверяет грамматику. Школы языковые, которые дают вам грамматический тест, но это то же самое, что, представляете, оценивать знания математики по знанию формул. Знание формул любой может вызубрить, не понимая их значения. При этом это не говорит никак о знании математики. Простой пример. У меня среди детей есть чемпионы мира и чемпионы России по академическим разным олимпиадам. Так вот, я взял чемпионов России по математике за 2008-2009 год. Мои воспитанники, которые не знают английского языка. То есть, им вообще по барабану они еще не программисты, они еще школьники. Уровень у них практически нулевой по английскому языку. Мы взяли за неделю, выучили полторы-две тысячи слов, которые используются в ЕГЭ во всех основных тестах. И просто на майндкартах разобрали грамматику на уровне понимания. И люди писали на уровне pre-intermediate, intermediate-тесты. Что такое уровень intermediate-тесты? Это свободное владение языком. То есть, они приходили во всякий English first и так далее, и говорят, идите в группу intermediate. В реальности у них даже элементарий-то не было уровня. Но люди писали тесты. Почему? Потому что грамматика ничего не показывает. Если выучите 42 формулы математики школьной, это достаточно, чтобы знать всю школьную математику и сдавать все экзамены. Вопрос. Если мы выучим 42 формулы, сильно вы больше напишите в ЕГЭ? Нет, потому что там навык решения. Там к формулам имеет опосредственное отношение. Формула – это стройматериалы, из которых мы язык и составляем. Ну что, переходим к лексике. Решим все вопросы по поводу лексики разом, раз навсегда. Почему лексика такая интересная? Кроме того, что она самая занудная, самая долгая, самая сложная, самая-самая. Во-первых, нет, это потом. Слишком синяя линия получилась. В лексике есть три задачи. Вообще, если кто-то мне что-то считал, у меня два высших педагогических образования, оба связаны с математикой. Поэтому все в виде алгоритмов, все в виде цифр, все в виде схем. Кому сложно, поднимайте руку, посочувствую. Так, три задачи, которые есть в изучении, в работе с лексикой в языке. То есть лексика – это одна большая задача, которая поделяется на три разные задачи. Первое – вам нужно выбрать слова. И всем скажут, да это очевидно. Почему это очевидно? Потому что у вас всегда больше незнакомых слов, чем вы можете выучить. Это просто априори. Если у вас меньше слов, чем вы можете выучить, это два варианта. Либо вы учитесь у нас, либо вы как-то странно учитесь. Почему? Средний человек учит 10, 15, максимум 20 слов в день. Больше, я вам потом математически покажу, что практически нереально учить. Есть даже научные доказательства о том, что больше 800-800 слов в актив в месяц вывести просто невозможно, если пользуются обычной зубрежкой. У нас ребята это делают за один день. И сегодня вы этих людей увидите в действии. Выбор. Для вас эта задача не стоит, потому что, первое, вы не понимаете, как это делать. Второе, вы не понимаете, зачем это делать. И третье, большая часть слов, которые вы выучиваете, она теряется. Например, глаголы базовые. Что такое get? Кто знает хотя бы десяток глаголов, связанных со словом get? Это слово, на котором в принципе можно общаться. To be, to have, to get – это три глагола, на которых в принципе построено все. И американцы реально так общаются. Они говорят продолжить. Они говорят go on, например. Глаголу get можно вообще вообще что угодно выразить, почему-то его редко кто употребляет. Так же, как и неправильные глаголы. Кроме пить есть, редко, когда мы знаем неправильные глаголы. Почему? Я думаю, может открыть окно. Потому что проблема выбора, и скоро вы узнаете, почему. Выбор. Выбрали мы нужные слова. Дальше надо бы их запомнить. А еще запомнить надо так, чтобы они еще помнились. И потом эти слова попадают у нас в пассивный словарный запас. Что это значит? Вы можете их на чтении узнавать. Вы их видите. Записка мне? Нет, жалко. Вы их видите на чтении, вы их узнаете на слух. Но для того, чтобы вы начали их активно употреблять, вам нужно несколько раз их употребить в активе. Если у вас огромное количество слов, это сделать далеко не просто. Активный слов всегда меньше пассивного. Школьник. В реальности 200, 300, 400 слов активного словарного запаса. Это уже неплохо. В английском языке уже неплохо. Не 20, 30, 40, а хотя бы пару сотен за 11 лет обучения. Понятна разница между активным и пассивным словарным запасом? Пассив то, что вы воспринимаете. Актив то, что вы можете выдать. В русском языке ваш активный словарный запас намного меньше, чем пассивный. То есть вы можете читать научную литературу, но не факт, что вы можете так же красиво, изысканно возражаться. Или, например, прочитаете классическую литературу. Там будет вспоминено огромное количество слов, которые вам бы не пришло в голову даже употребить, но которые вы реально понимаете. Это пассивный словарный запас. По поводу актива начнем с конца. Это сопоставление грамматики плюс навыка разговора. У нас это реализуется в технологии паттернов. В самом конце немножко про нее расскажу. Или сейчас. Технология опробована у нас на 7 разных языках. Она будет составлять основу онлайн-курсов. Почему? 80% задач вывода в актив и отработки грамматики навык разговора укладывается в определенные задания, паттерны. Человек их делает каждый день минут по 10-15 на протяжении курса и растет на 2, а то и на 3 уровня по навыку разговора. Что самое одно из самых сложных после понимания. Слово паттерн. Можете загуглить в интернете. Технология 80-х годов, но единственное, что она нигде не доведена до уровня применения. То есть про нее много кто пишет, но почему-то никто не применяет. Мы применяем, применяем даже на таких языках, как корейский. Заглядите, что такое грамматика корейского языка, когда с нее невозможно перевод синхронный. Там глагол в самом конце. Как в немецком. Мы по вам ядерную бомбу запустим. Нет. Не знаете эту историю? Сняли немецкий язык в ООН с синхронного перевода. Он только последовательный теперь, потому что, видимо, им было жалко мягкой обивки стульев немецкой делегации, когда были переговоры какие-то, и там им другая страна и говорит, мы по вам ядерной бомбой, то ли с корейцем, то ли с кем-то еще, мы по вам ядерной бомбой будем там стрелять? Нет. У них отрицание в конце стоит в определенном виде предложений. Немцы там, видимо, сильно испугались, пока переводили. А им синхронно переводят. Они решили, что нет, больше мы так делать не будем. Так вот, это технология паттерна. Делается очень просто, здорово и замечательно. Запоминания чуть попозже обсудим. Поехали с выбором. Вам кажется, да выбор, что с ним может быть сложного? Пошла высшая математика. Что вот это за кривая? Кто? Кривая. Е-1, правильно. На самом деле я пытался нарисовать нормированные распределения Паретто. Кто знает, что такое распределение Паретто? 20-80, но это так, скажем так, в дискретном. То есть в реальности выглядит оно примерно так же. Там будут разные виды распределения Паретто. Паретто очень математик был. И говорится следующее, что то, что находится в начале, имеет больше вес, то, что находится в конце. Это смысл этого распределения. В Америке это называют эффектом длинного хвоста. Это экономический термин, маркетинговый. Но мы сейчас не о нем. В чем идея? Россия самая читающая страна в мире. Вы знаете об этом. До сих пор мы держим лидерство. Но стыд и срам самой читающей страны в мире, потому что 9 из 10 книг принадлежат всего 10 авторам. То есть 90% книг принадлежит 10 авторам. Пушкин, Лермонтов, Толстой. Ну, проще Толстого я ничего не имею, но Толстой. Агния Барто, кто там еще? Лермонтов. И все они не попали в эту десятку. Все они в длинном хвосте, а Агния Барто, я думаю, что даже чуть дальше, чем хвост. То есть они где-то здесь. Первое это Дарья Донцова, Устинова и прочие. Остальные я даже не запоминал фамилии, просто стыдно. Откуда ты знаешь? Просто профессиональный компетент, то есть не более того. Так вот, если вы увидите березку, такую беленькую, хорошенькую, можете подойти к ней и обнять и сказать, 9 десяток твоей биомассы будет использована на такие страшные вещи, как убийство в послеобеденный вторник и так далее. Дарья Донцовой. Или убийство в послеобеденную среду. Вот так. Поэтому бедные наши деревья. Но с английским языком нам это в плюс, поскольку первые 400 лексических единиц составит 65% употребления всего языка. То есть если вы возьмете все виды, все разговоры в мире, возьмете все виды текстов, загоните в компьютер, и он вам подчеркнет первые 400 слов частотных, это будет 65% подчеркнутого. То есть больше половины. Зная 400 слов. Но 400 слов это что-то маловато. Тысяча слов. Это 82%. 4 из 5 слов в среднем употребляемых в мире будут из этой тысячи. 4 пятых сказанного, 4 пятых написанного. Пока все круто, да? На самом деле 8 тысяч слов. Это 99%. То есть если кто-то из вас, преподаватель, знает 8 тысяч слов, то вы считаете книгу свободно, натыкаясь на 1, 2, 3 термина на странице. Самый максимум есть новая книга по новой области. Если вы знаете примерно 8 тысяч слов. Понятно, что учить слова, начиная с анатомии выдры, то есть западно-мексиканская выдра, желчный проток западно-мексиканской выдры, они войдут в частотный словарь «самый употребительный», только кружка любителей препарирования выдр, не более того. Но эти люди не составляют подавляющее большинство населения нашей и не только нашей страны, поэтому я бы рекомендовал начинать отсюда. Теперь, логично ли вам, как и мне, как математику, что если мы возьмем список частотных слов и начнем его учить подряд, с точки зрения математики мы будем самыми эффективными? Так? Кто считает, что так? В случае математики это очевидно, почему другие не поднимают руку, не понимают. Но те, кто владеет языком на хорошем уровне или преподаватели, не знают почему, но точно знают, что так делать нельзя. Правильно? Абсолютно. А я вам объясню почему. Это типа мозг, ну так, в схематичном изображении, и у нас в мозгу слова записываются круг, слова записываются определенным образом. То есть, у слова есть звучание, есть значение. Любое слово, которое мы с вами знаем, упрощенно говоря, это предмет, к которому прикреплено его звучание. Маркер, камера, колонка, окно. Вы смотрите на предмет, вспоминаете звучание. Взнаете в звучание, вспоминаете предмет. Это стимул-реакция, обычная у нас нейронная цепь. Так вот, если мы просто так будем мучить слова, без привязки к определенному месту, это будет то же самое, чтобы брать книгу. У каждой книги есть автор и название. Представляете, там сказка о царе Салтане, Пушкин. Приходите в книжный магазин, хотите ребенку подарить сказку о царе Салтане. Приходите, говорите в книжный магазин, где у вас Пушкин? Они говорят, а у нас не по алфавиту, ищите с обхода. Мы работаем до 2014 года. У нас аренда. И вы начинаете. Дарья Донцова, Дарья Донцова, Дарья Донцова, Дарья Донцова, Дарья Донцова, Дарья Донцова, Устинова кто это? Не, не то. Дарья Донцова, Советы садоводом, тоже неплохо, но не Пушкин. Пока вы найдете книжку «Огни и борту» или «Чего там мы искали?» Пушкина. Ваш ребенок вырастет, уже сам будет читать. Надеюсь, не Устинову и не Донцову. Если он так же будет искать. Понятно ли, что если мы безадресно запоминаем слова, у нас есть определенные контексты в голове. Это реально места, куда запоминается слово. Если я говорю кольцо, свадьба, кольцо, какое кольцо вы представляете себе? Обручальное. Кто-нибудь из вас сделал прямо выбор, куда я говорю? Кольцо, автобусное. Нет, автобус слишком большой, но в свадьбу не поместится. Бензольное. Нет, оно воняет. Математическое. Откуда там математика? Парашютное. Нет, 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 вряд ли. О, обручальное, точно оно. А если я скажу автобусное кольцо, вы сразу поймете, что это кольцо автобусное. Хотя слово кольцо имеет огромное количество значений в русском языке. Поэтому, если вы смотрите без адреса, то есть бесполезно иметь документы, бесполезно иметь книги, если вы не знаете, где они находятся. Я как-то заплатил своему товарищу, чтобы он помог мне перевести книги. Так он молодец, я говорю, расставь их на полках примерно так же, как и они стояли. Он говорит, да не вопрос, я расставил их корешками вовнутрь. Говорит, я порядок ссоблел, я сфотографировал и так же. Я говорю, как я их тебе здесь искать буду? Говорит, ну так они же в том же порядке стоят. Я говорю, спасибо. Понятно, что мне их все надо перевернуть, чтобы найти. Если вы будете переверять 10 тысяч слов, чтобы найти слово собака, заметьте, что вот при таком варианте, я не совсем прав, запоминаются слова какие? Вот так вот, если вы будете запоминать, какие слова у вас будут всплывать? Существительные. Стол, стул, собака, пылесос и так далее. Почему? Почему вы вас просили писать образные существительные? Потому что они контекстуальные. Невозможно запомнить без контекста вентилятор, потому что вы его чисто представляете. А вот глагол get, самый употребительный глагол английского языка после to have to be, запомнить почему-то намного сложнее, хотя он намного чаще сверится в вентиляторе. Потому что он не привязан ни к чему. И, исходя из этого, парочка правил. Запоминаем мы только в контексте, то есть только в определенный адрес. Мы не покупаем книгу, не ставим ее куда-нибудь. Кстати, вы замечали, что слова, которые вне контекста запомнены, они почему-то быстрее забываются. В мозгу есть серое вещество, специальное, которое ходит, собирает эти слова. В определенное место их, это слово без определенного места контекста, называется. Собирает их в определенное место, такой обезьянник для слов. Что с ним потом происходит, никто не знает. Так вот, без контекста запомнены слова, это то же самое, что вводить бомжей в своем мозгу. А толку от них мало, налоги с них не взыщешь. Хотя, может быть, полезные люди. Так вот, без контекста запоминает слова бесполезно. Я вам дам сейчас три технологии, как набирать слова сотнями тысячами в контексте и быстро. Но одно правило, которое вам ускорит изучение языка в разы и позволит пользоваться даже глаголом get. Что, конечно, нереально для русских людей, но все же. Один к одному. В один раз вы запоминаете в одном контексте одно слово. То есть, дядя Федор, пес и кот. Есть такая книга? Если вы читаете ее, или ваш ребенок читает, находите вы там слово dog. Слово dog, если вы начнете переводить, например, так обращаются афроамериканцы к другим афроамериканцам. В определенных штатах, южных в основном. Вопрос. Нужно ли ребенку запоминать сразу все значения? Почему слово get вы не запоминаете? Потому что вы пытаетесь много значений к нему прилепить. Попробуйте купить одну книжку огней борту и раздавить ее 15 знакомым. Понятно, что ни у кого не будет целой книжки. Нужно купить две книжки огней борту и раздавить ее знакомым. Я спрашиваю, кто это? Так надо. Так вот. Один день. Точнее, одна ситуация, одно слово в одном значении. Два, три значения, четыре слова, знать без смысл, потому что вы его делаете бомжом. И это слово никогда у вас не будет в активном употреблении, хотя вы думаете, что это круто. Русские лингвисты отличаются тем, что они почему-то пытаются, они говорят на таком интересном языке, то есть я никогда не был за границей и не... У них такой, знаете, красивейший язык. Они говорят, могу ли я пролонгировать свое нахождение в этом месте в кафе, например. Это нормальная речь наших людей с лингвистическим образованием. Говорят, ну пролонгируй. Он говорит, с удовольствием пролонгирую. Они не говорят, можно я посижу здесь, можно я там свою задницу оставлю здесь еще на 15 минут, как говорят, например, американцы. Но при этом, когда с ними начинаешь to get или фразами глаголами, у них ступор наступает. Почему? И глагол set. У него 42 значения. Всего-то. В разных контекстах, в разных ситуациях. И русские люди пытаются, особенно лингвисты, пытаются все эти значения выучить. А мозг так не работает, один к одному связь. Сколько бы я ни рассказывал, все равно вы придете домой и будете считать «Дядя Федор, пес и кот». Найдете «Дядя Федор», «Кот» и «Док». Думаете, надо за мной все, значит, «Кот», «Нигер» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Даже в 1483 году кто-то употребил это слово неправильно, потому что просто по пьяни. Все равно его надо запомнить. Так составляют в словаре. Примерно такой принцип. Что если кто-нибудь когда-нибудь по пьяни употребил это слово в другом значении, просто пошутил. Все равно надо внести в словарь. Видели такие словари? Когда словарная статья говорит, что слово «док» еще и переводится как... Такой пример бы, как... Ох. Автоматически переводчики видели. В английском языке очень много значений, поэтому для английского языка это очень важная тема. Самый прикольный перевод я видел, когда программа была автоматически переведена другой программой переводчиком, и там было написано «Для успешной установки просто казните монтера». А, нет, там было написано «Просто казнить монтера». Я думаю, интересно, как-то в английском языке. Я нашел программу на английском, скачиваю, там написано «Just execute the installer». Просто запустить инсталлятор. Просто казнить монтера. Я думаю, да. Человеческие жертвоприношения до сих пор в среде программистов еще используются. Один к одному. Расскажу вам маленькую историю своего детства. И вы, надеюсь, запомните, что одно слово, один контекст, одно значение. А встретили «Док» в следующий раз, как американцы друг на друга, вы думаете, нет, это не собака. Не надо дяди Филлер, пес и нигер. Думаете, нет, что-то не то. Надо запомнить по-другому. Как собака. В следующий раз смотрите американский фильм, запоминаете следующее значение. Одно слово может встретить 500 значений, если запомнить в разное время, в разных контекстах. Путаться они никогда не будут. Так вот, в русском языке вы также набираете слово «кольцо». Я с детства узнал огромное количество, бензольное кольцо. Если есть технарии или математика, вы знаете, что слово «кольцо» имеет потрясающее количество значений. А медики так вообще знают, что там значение 30, 40, 50. Сколько колец в нашем организме? В цикле клепсов их, по-моему, 4 или 5. Только лишь. Это белок. Так вот. История следующая. Нужно было мне вырывать два зуба. Привезли меня к хирургу. А мама у меня врач, добрый человек. Это обязательно знать. Она говорит, вырвите ему сразу оба зуба под наркозом. Мне вырвали один. Мама посмотрела. Говорит, один зуб на месте. Говорит, что-то не то. Подходит к хирургу, начинает ему что-то объяснять. Говорит, ну, да-да-да-да-да-да. У ребенка будет отек. Все такое. Хирург долго ее слушал. Она говорит, вот, отек он есть не сможет. Потом снова ехать к вам. Хирург поворачивается и говорит, женщина, один день, один зуб. Понятно? Один день, одно значение скоба. Это вас сильно продвинет в языке, очень быстро. Теперь, наконец-таки, мы перешли к непосредственным технологиям. Сейчас научимся набирать слова сотнями, а то и тысячами. Я вам предлагаю три. Обычно я даю два, но дам вам три технологии, которые полностью закроют вопрос набора словарного запаса. Они работают по-разному, взаимодополняют друг друга, но они набирают слова прямо в контексте. Вопрос выученных слов, которые забытые, без карточек, это проблема отсутствия контекста, потому что карточка является контекстом. Вы по карточке видите, что она написана, а просто так нет. То же самое, что если я вам назову 500 разных существительных, попробуйте назвать все их подряд. Если вы специально этому не обучались, как их связывать, вы их не назовете. Почему? Они не объединены одним контекстом. Так, майндкарты, работа с ресурсом или с текстом. Вот эта технология лежит в основе навыка понимания насквух. То есть это предтехнология, которую необходимо проделать перед тем, как работать с видео. И непосредственно начну с самой простой. Все мультилингвисты говорят много одинаковых вещей. Что китайский, что японский, что прошлый век, что этого. У них есть одинаковый набор инструментов. Они доходят до них умом сами. Первое. Каждый человек, который учит много языков и знает много языков, и знает хорошо, носит целый маленький блокнотик. Что это значит? Едешь в метро, а тебе что-то непонятное говорят на английском языке. Например, говорят, в Британии. В Великобритании говорят, mind the gap. Когда помни о дырке. Ты думаешь, что, чего? Говорят, вот помни о яме. Это когда осторожно двери закрываются. Вы думаете, что-то не то. Записываете, пришли домой, посмотрели, что это означает. Осторожно двери закрываются. Помнишь, там дырка? Во. Отлично. Вы схватили слово. Многие из вас едут за границу, вам говорят слово там какое-нибудь, я не знаю, master. И вы думаете, блин, я же это слово тысячу раз слышу. Почему я не представляю, как оно звучит? И вам надо сказать, я хочу на выходные. Думаете, слово выходные. Такое полезное слово. Почему я его не знаю? Есть такая тема? Одно и то же слово на пределении многих лет. Вспомнил слово на русском. Я так корейском мату учился. Думаю, вот ситуация. Там четыре степени вежливости. То есть к разным людям применим разные слова. Там система мата такая, что можно как два языка выучить. Вот я думаю, интересно, можно ли на врача ругнуться вот так, вот так, вот так, при такой ситуации. Записываю себе ситуацию, спрашиваю корейцев. Он говорит, конечно нет. Он же врач. Надо просто сказать. Вот так. Что-то на русском языке. Я так делал, приходил на лекции, а там на лекции все дублируется на проектор. Смотри, слово незнакомое там. Думаю, о, записал слово незнакомое. Отлично. Пришел домой, разобрал, думаю, ого, полезное слово, запомню-ка. Или на русском языке хотел что-то, рассказывал анекдот политический. Думаю, надо бы сказать как будто режим, политический режим. То есть они не поняли анекдот про Россию. Вот, я говорю, надо бы им объяснить, что политический. Я думаю, режим. Прихожу домой, слушаешь, режим. Надо было сказать по-русски. Запомнил слово. Раз, носите с собой. Вспомнили что-то, записали. Каждое из этих слов, они прямо выданы из контекста. Потому что слово перила. Кто из вас знает слово перила? Преподаватели. Слово-то полезное. Держись за перила, ребенку говоришь. Ну, как сказать? Записал, пришел домой, делал. Теперь, набор через майнд-карты. Это самый крутой способ структурирования слов в новой теме. Используются для этого майнд-карты. Кто не знает, что такое майнд-карты? Я даже не знаю, радоваться или завидовать. Почему? Майнд-карты – это самая эффективная технология структурирования информации. Самое интересное, что в России как-то очень круто с этим работает. То есть в Великобритании и в США это официально внедрено в систему образования. То есть Тони Бьюзон, который написал самое большое количество книг по образованию, с самым большим тиражом изданным, самый известный в мире специалист по технологиям и эффективным обучения, который первый запатентовал технологию майнд-карт, которая внедрена в Министерство образования Европы, Великобритании, США и многих других стран Австралии. Кстати говоря, через майнд-карты в нашем, сейчас через инфографику майнд-карты наше Министерство образования принимает отчеты у других ведомств. Но при этом в школу это не внедрено. Почему? Никто не знает. Опорный конспект, да. У нас, как же его звали-то? Кто-то это придумал лет 45 назад, 40, но это не получило почему-то распространения, хотя педагог новатор, его читают обязательно в трагических вузах, но у него это чуть по-другому выглядит. Скажите мне, какая самая большая тема на любом этапе изучения английского языка, в которой будет самое большое количество слов и которая самая полезная для вас? тема. И мы сейчас наберем по ней огромное количество слов, и вы поймете, как это делать по любой теме. Чувствую, надо нам немножко отдохнуть. Отдохнем мы следующим образом. Берем ручки. Это пальцевая гимнастика. Да, только более продвинутая часть. Выглядит смешно, на самом деле это делают снайперы, это делают летчики, это делают военные, и в Японии это делают сотрудники корпорации, которые работают за компьютером. Почему? Доказано, то есть по моим замерам, примерно на 25-30% увеличивается производительность при обучении, если мы делаем каждые полчаса по 2-3 минуты эту пальцевую гимнастику с учетом потери времени. То есть мы теряем время, а приобретаем больше результатов. У летчиков, у снайперов это сделано для того, что там не совсем такая гимнастика. У каждого свое направление. Я собрал из разных-разных-разных мест, получилась самая такая простая и при этом действенная. Кисти и стопы, почему мы теряли, ой, не стопы, кисти и уши. Почему? Точки кровообращения холодно, ну зимой холодно. Это зимняя гимнастика. На самом деле действительно иннервация всех абсолютно органов. Кисти, стопы, ну стопы не трогаем, жалеем соседей. Большой палец, почему отрываем большой палец? Какая? Голова тут. В школе проходили. Мозг? Не тут. Тут? Тут? Тут. Не тут. Потому что большой палец не оторвешь. Он большой. На самом деле действительно проекция головного мозга. Если болит голова, можно потереть большой палец, либо перестанет болеть, либо будет болеть сильнее. Кому как. Так, следующее. Раз, два. Это на синхронизацию по ушаре мозга. А еще на мой любимый пример, как вы думаете, по способностям к обучению. Кто круче? Профессор? Сорока лет? Ребенок трех лет? Или овчарка двух лет? Ну, ребенок... А теперь вот так. Раз, два. На самом деле, лидирует обычно овчарка. Если у него нет гена тупости, лидирует овчарка. Профессор, в принципе, вне конкуренции. То есть он стоит в уголке, плачет, потому что его показатели сильно ниже, чем у любого ребенка. Сильно ниже. Попробуйте профессора забросить в другую страну, сколько он выучит язык. Это человек, который прекрасно вылезает своим языком. Знает. Много знает, у него есть на что запоминать, но почему-то медленнее, чем ребенок. По поводу овчарки. Если вы посмотрите сейчас на свои руки, что вы делаете, половина из вас делает вот так. Школа, к сожалению, принципиально отучает нас учиться. Она убирает нам самые базовые принципы обучения. Самый базовый принцип – это обратная связь. Сделал, посмотрел на результат, как работал над ошибками, сделал по-другому. Надо посмотреть на руки, думать. Так, что-то у меня не то, кажется. С оригиналом не работает. Собаки с трех раз научаются. Помните, как имя собаки давали? Раз, местом ее подманили. Говорит, там, собак, бобик. Он такой, о, бобик, это значит, еду дают. Три раза дал у собаки на всю жизнь. Сейчас у меня собачка ей, сколько, 17 лет. Говоришь, она уже послеповатая, говоришь ей имя. Она так вылочет, думает, наверное, дадут мясо. 17 лет назад ее обманули и дали несколько раз мясо. Неделю мы ходили с этим мясом, звали ее. Все. Теперь, видите, как работает. Попробуйте человека так научить. За пять лет. А военных собак вообще учат. Нормальная собака должна понимать с трех повторений. То есть это профессиональные. Три это вообще волшебное слово. Вот так раз. Фигово называется. Соединенные кинологи говорят, что если собака понимает больше, чем с трех повторений, ее выбраковывают. Военных собак первые упражнения их запускают на ограниченную территорию. Там лежат куски аппетитного мяса, в котором подведено электричество. Собака цепляет мясо, ее бьет током. Собака понимает, что сейчас не время обеда. Второй раз собака выпускает, думает, может, сейчас время обеда. Ха, не время обеда. Опять. На третий раз умные собаки понимают, что дентин проводит электричество, а тут сразу у нас челюсть верхняя, которая соединена с черепом, и все по мозгам бьет. Они говорят, не, не хороший вариант. И больше не кусают мясо. Собаки тупые, говорят, время обеда. Собака, который третий раз думает, что время обеда, ее выбраковывают. Почему? Это первое же упражнение, которое делается с собаками, чтобы они не брали ничего ниоткуда. Потому что, когда на больших территориях, что наши, что немцы, что финны, контролируют территорию, особенно пограничные, туда пускаются собаки, которые просто по запаху людей выслеживают. И если там появится человек, они выслеживают, идут, что делают, соответственно, товарищи с другой стороны. Они просто накидывают мясо отравленного. Собаки быстренько вымирают за два дня. Если они не приучены к тому, что нельзя брать, вот так три раза собаку ударить током, еще через месяц на всякий случай, что время обеда нет. И собака больше никогда, посмотрите, военная собака, попробуйте ее покормить чем-нибудь, она у вас ничего не возьмет. Их от этого отучают. Почему? Самое простое – отравить собаку. Кинуть, и все. Попробуйте ребенка отучить брать, что-нибудь вкусное. Ну, конечно, с током мы не пробовали. Получилось бы? Только не говорите, что вы пробовали. Нам на предприятийшем факультете говорили, что нельзя так делать. Так, хлопные в ладошки. Ну что, вопрос остается прежним. Какова самая большая тема с самым большим количеством слов, самая важная для английского языка, которую вы, кстати, наименее всего знаете, которая вам наиболее всего нужна. Путешествие – слишком большая тема, давайте ее раздробим. Общение. Давайте не будем ходить в это. Бытие. Сущее. Сущее – это да. Описание внешности. Попробуйте набить туда 100 слов, я посмотрю на вас. Еда. Правильно. Самая полезная тема. Чаще всего. Вот каждый день, три раза в день мы ходим и описываем чужую внешность. Этот человек, у него скула немножко поднята на средней линии уха. Я бы съел. Еда. Что мы делаем? Технология майндкарт. Если вы возьмете готовый список, который составлен другим человеком, полезный скоб и запомните его, это будет то же самое, что запинать без контекста, хотя даже существительные. Когда вы делаете майндкарту, вы в мозгах уже размечаете себе это, как проект. Вы размечаете все места, куда будет записано каждое скобо. Вы можете попробовать два эксперимента. Первый – возьмите 100 слов каких-нибудь по какой-нибудь теме выучите, и возьмите, сделайте майндкарту. Это займет у вас 5-10 минут, и выучите те же самые слова, тем же самым способом через майндкарту. Вы увидите, что одни слова в актив попадут практически моментально, и вы их будете использовать, даже если вообще язык не знаете. На арабском языке составил вот так вот, и у тебя каждое слово вылетает автоматически. Почему? Потому что ты разметил в мозгах места. То есть ты знаешь, в какой полочке брать. Это то же самое, что взять единую папку. Мама, когда обучала компьютер, говорит, а почему нельзя единую папку сделать? И туда все документы. Я говорю, мам, через неделю поговорим. Он говорит, а как делать под папки? Я говорю, почему я не могу ничего найти? Ну, тогда я научил ее пользоваться поиском, она тоже ничего не смогла найти. Говорю, есть структура, можно делать папочку, работа, дом и так далее. В работе чего папка помогает? Круто! Потому что файл-то есть, а доступ к нему нет. Так вот, разберем большие блоки. Еда. Прием пищи. Ради чего и затевалось сюда. Приготовление. То есть дробим на большие блоки, потому что в голове у нас так же папка, под папка, под папка, под папка. Ингредиенты или продукты. И непосредственно, скажем так, сухой остаток блюда. Что-то еще забыли? Вроде у меня все вот в этих блоках сходится. Дальше. Пунктом 2. Что мы сделаем? Прием пищи. Поехали делить вот эту майндкарту. У меня делится на прием пищи, скажем так, outside, то есть в ресторане где-нибудь. Ресторан. И тут какие блоки будут? Мы дробим, пока у нас каждый элемент не станет предельно понятным. Что такое предельно понятен? 3, 5, 7 слов мы накидываем легко, а больше слов там и нет. И мы понимаем, что там ничего ни на что не делится. Например, тема напитки. Это большая тема, потому что бывает алкогольный, безалкогольный, бывает кофе. Тема мяса большая, а вот тема, например, люди, которые работают в ресторане, она маленькая. Почему? Вахтер, гардеробщик, официант, повар, поваренок, менеджер. Что-то еще есть? Директор. Все. Это маленькая тема, конечная. Следующее. Экономические отношения, то есть счет, сдача, чаевые и так далее. Слова из меню. Блюда. Первое, второе, суп. Виды этих ресторанов, чтобы там харчевня, что там еще, кафе, столовая, рынок, магазин и так далее. Слова вы конкретно не пишете, пока по блокам разбиваете. Что еще в приеме пищи? Говорят, без посуды крайне сложно принимать пищу. Посуда нужна. Кстати, в приготовлении тоже посуда нужна. И еще приправы. Без приправ, так вообще. Особенно те, кто в Азии пожил, это навсегда заболевание с приправами, оно передается дальше. Из поколения в поколение. Приправы вроде все в целом. Приготовление. Не то, чтобы хотелось готовить пищу, но надо знать, как она готовится, для того, чтобы можно было объяснить. Посуда. Характеристики пищи. Свежая, не свежая, соленая, сладкая. То есть они все там антонимы. Там больше их немного. Обработка. Жареная, вареная, гриль, на пару. И что еще? Приготовление. Давайте специи. Что могут добавить по ходу приготовления нашей пищи? Вроде так. Все. Поехали продукты. Мясо. Это большая тема. Во-первых, есть виды мяса. Есть части мяса. То есть нога, рука, там задняя котлетка. Есть виды прожарки. Вдруг прожарка блю на английском языке будет как-нибудь по-другому. Надо заучить. Ну и, разумеется, птица. Это тоже подвид мяса. Тоже млекопитающее. На букву М. Ну, вроде все. Рыба. Кроме, тут есть части рыбы, голова, хвост. Надо бы эти слова знать. Кости. В принципе, три слова. И чешуя. Вот там четыре слова, и все. Вы все про рыбу знаете. Рыба. Ну и виды рыб. Что дальше? Морепродукты. Всякие осьминожки, кальмарщики. Овощи и фрукты. Все, вегетарианцы можете тоже писать. Я не против. Овощи, фрукты. Отдельно выделим ягоды. Они у нас в приоритете будут. Орехи можно. Кто там еще есть? Молочные продукты. Бакалея. Знаете такое слово? Бакалея. Прекрасное слово. Я думаю, оно в девяносто первом году ушло из употребления, когда магазин Бакалея убрали с нашей улицы. Но, оказывается, мне сообщили, что такое слово до сих пор живет в нашем языке. Что мы еще? А, ХБ. Хлебобаучные изделия. Батон подмосковный. Хлеб дарницкий. Как вы будете за гранитой? Бред. Дарницкий бред? Плиз. Так, что еще? Напитки, я бы, блюда. Напитки. Напитки не конечные. Часть алкогольные, безалкогольные. И отдельно выделил бы кофе. Потому что по кофе там много чего. Можно сказать, пенка, не пенка. Эспрессо, американо и так далее. Тут вроде все. А, травка-муравка. Точно. Травка-муравка. Каждый понимает по-своему. Это и для вегетарианцев, и всякая редиска, петрушка и прочее. Все сюда. Так, блюда. Во-первых, есть национальные блюда. Согласитесь? Есть же, да? Там. Макароны по-флотски. Суп по-флотски. Что еще? Борщ по-флотски. Да. Национальные – это слишком большой блок. Если вы начнете набивать туда пене, спагетти, карбонара и так далее, будет много. Поэтому надо разделить по странам. Русская кухня. Какая вообще русская кухня, кстати, известная с границей? Борщ, блины. Как будет салат оливье? Да, русский, столичный. Русский салат. Видел в ресторане, сижу, хороший ресторан, подходит мальчишка, он, видимо, новенький там. Причем с прекрасным английским произношением, аж завидую. Подходит, и его спрашивают, говорит, вот мы приехали, вот первый день, хотели бы, ну там по-английски, хотели бы попробовать русского салата. Парень перепугался, говорит, а скалюк, говорит, у нас нету, я, конечно, первый день, но салата нет, давайте я вам оливье принесу. Ну давайте. Принесу оливье. Он говорит, о, похож на русский салат. Он говорит, да, да, похож, похож. Вот. Оливье будет русский салат. А как будет салат? Цезарь? Греческий. Цезарь. Цезарь вообще не в Греции был. Больше всего времени. А греческий будет греческий. Так, русская, китайская, корейская, мексиканская, всякая грузинская. Все, что едите, все замечательно. Всякие айраны, все вот сюда пойдет. Что еще в блюдах? Фастфуд давайте отдельно. Фастфуд. Еще бы я здесь взял такое время приема пищи. Мы нигде не взяли. То есть завтрак, обед, ужин, перекус, всякие там бутерброд и прочее. Вопрос, как будет обед? Ланч. Как будет ужин? О, кто-то сказал supper. Что такое supper, кто знает? Это почему не употребляют? Введите в гугле, вам выдаст картину the last supper. Это последний вечер для Нанадо-Давинчи. Кто читал хронику того времени и более раннюю, там собралось 13 человек перекусить. Вот, двое из них. В общем, пересчитайте. Поэтому, если кто-то вас приглашает на supper, в школе этому слову учат, конечно. Но если кто-то вас приглашает на supper, обязательно уточните, каковы его намерения. Потому что людской смертность в течение одних суток больше 10% является критической даже в военное время. Поэтому уточните. Так вот, время. В принципе, согласитесь, что с этим набором слов вы можете прекрасно обходиться. Давайте теперь, что мы делаем дальше? Разбереваю по адресам эти слова, по полочкам. Теперь вы набираете эти слова. Как вы это делаете? Вы берете словарь или ноутбук. Вы берете, так, кто нам нужен тут? Официант, и учите эти слова сразу. Как учить? Следующим пунктом как раз вам расскажу. Сейчас мы отметим, сколько слов примерно тут будет. 7 слов, это, извините, со словом вахтер и менеджер, директор. Тут тоже 7. Максимум. В меню тоже слов 7. Виды ресторанов, если вы 7 назовете, будет круто. Вот тут тоже слов 7. 7 – это волшебное слово, до которого мы редко доходим. В реальности. Когда люди говорят, но если я введу сейчас виды мяса в интернете. А, виды рыбы. Решил я тут посмотреть, думаю, а сколько видов рыб? 78 видов рыб, из которых я половину не знаю на русском языке. Рыба Святого Петра. Хорошая рыба, наверное. Это саламандрия какая-то, еще что-то. Я думаю, где такие акулы? Ну, акулы, понятно. Каждый день идем акулы. Можно мне это? Уху с акулой. Уху по акуле. Так, приправы. Ну, тут я поверю, что 10 со всяким кетчупом, не кетчупом, с острым кетчупом и так далее. Характеристик тоже штук 10 будет, даже 15. Кислый, горький, сладкий, свежий, несвежий, протухший, гнилой. Это будет, как раз, 15 слов. Посуда. Слов 15 будет. Это посуда, которая и для приема пищи, с учетом палочек и так далее, чашек, и ту, которую вы употребляете. Если вы возьмете по каждому из этих список слов, у вас будет рюмка, там, знаете, вилка для десерта и так далее. Зачем вам нужно знать это слово? Кто из вас реально ел вилку для десерта за границей? Кто испытывал необходимость заказать вилку для десерта? Я не могу есть этот десерт, потому что у меня нет вилки для десерта. Когда я спросил по количеству слов, корпоративный тренинг был, спросил у мужиков, там такие реальные мужики, топ-менеджеры, все сидят, сколько надо слов знать? Задумались, задумались, а они такой, два. Какие? Зис и all-inclusive. Понял. С этим можно вообще не пропасть. Так, видов обработки 10. Если вы жарку, варку, парку, гриле и так далее наберете 10, вы почти повар. Специи, ну 10 вы наберете. Мясо, суммарно тут, смотрите, 7 видов мяса. В реальности, по статистике, вряд ли вы больше употребляете за границей. Если вам надо будет мясо коня, вы уже скажете, там, horse meat, или игого meat, или игого. Птица, ну 5, кроме чикен, 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 что вы еще употребляете? И чикен, а, док. И индейк. Да, уже почти 3 набралось. Ну, с чикеном будет 4, и еще с чикеном 5. Части, ну если вы знаток анатомии животного, вы можете, конечно, 7 видов, там, легкие. Хотя есть те, кто едят больше, конечно, чикеном мяса. И прожарок, по-моему, 6, с учетом риф, то есть заживо. Так, рыба, ну там слов 15 будет, со всеми хвостами, чешуями, там, плавниками и так далее. Вдруг, если вам надо на коршерность рыбу проверить, спросить, там, отделяется ли чешуя, надо будет 15 слов знать. Морепродукты, 7, овощи, 10, фрукты, 10 со звездочкой. Это ест они в Таиланде. В Таиланде там всего больше. Орехи, ну 5, ягоды на особом положении, их 7. Молочных продуктов, ну если вы штук 7 наберете, это круто будет. Бакалея, 10, рис, греча, пшеничная каша. Паста, я бы в национальные блюда. Овсянка, горох, фасоль, прекрасно. Кукуруза, чечевица, если кто-то знает, как она выглядит на русском языке. ХБ, ну слов 7, кроме булочка, хлеб. А сладости мы никуда. Сладости, сладости там будут, виды сладости, короче, слов 20 будет точно. Национальных блюд, по-честному, штук 25 вы наберете. С учетом японское, суши, роллы. Чисто японские, там всякие маки, это американское, Калифорния, Филадельфия, это все японское. Вот можно тоже запомнить с названиями. Фастфуд, ну 10, вдруг наггетс будет, не даст наггетс, а как-то по-другому, по-немецки. Ну и напиток штук 20. Кто может примерно прикинуть, сколько тут слов? 100, 200. В среднем здесь от 100 до 200 слов. Это самая большая тема английского языка, которую мы можем взять из тех, которые мы придумаем. Я попробовал, мы делали специальный список, опять же, для корпоративного тренинга, там нужно было людей очень быстро натаскать, чтобы они за границей свободно себя чувствовали. У меня есть знакомый, который занимается переводами, то есть он зарабатывает колоссальные деньги, он в Сеуле переводит, он сам медик по образованию, то есть он все вот гости и так далее. Самая большая проблема за границей, если с вами что-то случается, не в качестве медицины, которая там, а в том, чтобы объясниться, что по-английски врачи говорят в большинстве стран. То есть вас придут в интернациональный медицинский центр, где будут говорить на английском языке. Вопрос, сможете ли вы сказать, что у вас изжога и что у вас аллергия на что-нибудь или пониженный билирубин? Да вряд ли. Что-то сможете сказать, что на латыни, а что-то не сможете. Вот он как раз работает переводчиком, то есть его вызывают, ну как у вас уточная, то есть если ему звонят, говорят, надо в такое-то место подъехать. Он подъезжает, переводит с корейского, с китайского, с русского, с английского. И его услугами пользуются и послы, и кто только не пользуется. Все высокопоставленные люди, которые говорят на этих языках, в Сеуле так или иначе знают его телефон, потому что если что-то случится, ну точнее их пресс-служба или кто-то там знает. Они звонят ему, прекрасные деньги зарабатывают, он говорит, я иногда работаю раз в неделю. Приехал, перевел, что человек изжога, вот, а теперь ему плохо. И все, и уехал, говорит, его там лечат, говорит, мне ничего. Говорит, деньги получаю. И вот такой редкий вызов, получаешь хорошие деньги. Так вот, когда я попросил моих врачей набрать мне по майндкарте слова, которые понадобятся, говорю, ну, сотенка, чтобы была, как минимум, я думаю, что больше будет. Они мне набрали 92 слова, я говорю, что за халява? Говорит, давайте до сотни добейте. Я говорю, Николай, 92 слово было ингибитор. Если у людей есть какие-то свои болячки, которые не вошли в наш список, пускай пишут, но слово ингибитор было 92-м. Нужно ли всем людям знать слово ингибитор? Полезное слово. На самом деле, смотрите, майндкарта, там симптомы, боль, режущая, колющая, ноющая, зубная и так далее, пульсирующая. Все это, кто-нибудь знает из вас, из преподавателей, если вы пойдете устроить ситуацию, как будет пульсирующая боль? Внутренняя. Как называются все органы на английском языке, большинство обходится латынью, конечно, как все слова, которые нужны для страховки, это все 92 слова. Со всеми видами, то есть анальгетиками, со всеми, 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 понижающими, повышающими давления, сиастла, дистла, все это уложилось в 92 слова. Поэтому еда за счет продуктов укладывается в большое количество слов. Попробуйте в строительстве найти такое же количество слов, как 200. То есть, вы будете суперстроителем. Один раз на семинаре я сказал, ну, вознагражу деньгами того, кто выйдет и даст мне хотя бы 300 слов вот здесь вот, реально наберет сходу. Вышел мужик, ну, и действительно, он мог набрать 300 слов. Ты кто мужик? Он говорит, я повар первого разряда. Я говорю, я тебе только по итальянской кухне наберу 300 слов. Я говорю, понял, не связываюсь. Смотрите, 200 слов это много, вот тут где-то около 120 может быть. Понимаете, что 200 слов это будет по 10 слов. Вы понимаете, что с этим вы можете объясниться? Пожалуйста, в таком-то кафе, чтобы официант на чистой посуде принес там негнилую заднюю вырезку свиньи, пожалуйста, обжарьте ее с таким-то слуком, там, слуком-пореем и так далее, чтобы было похоже на ролл Филадельфина, не похоже на пенне, при этом, чтобы это было в обед или завтрак. И чаевые я в любом случае не оставлю, если будет невкусно. А еще это, чтобы на наггетс не было похоже. И, пожалуйста, мне, кто-нибудь знает, как будет тортик, как они у нас бывают? Бисквитный тортик. Бисквит. Отлично. Я видел русские, которые стояли, говорит, как бы мы им про бисквитный тортик сказали? Говорит, я не буду песочное есть. Он говорит, не знаю. Сэнд, ноу. Мужик говорит, ноу-ноу, гуд ресторан. Говорит, ноу-сэнд. Говорит, скажи ему бисквитное. Говорит, я не знаю, как будет. Говорит, смотрите, горчицу. В отелях обожаю смотреть, как русские что-нибудь объясняют, когда им нужно что-то специфическое. Горчицу, они не знают, как будет горчица. Ходят, ходят. Подхожу, они говорят. Говорит, окей, пожарил в мясо просто. Яичницу, знаете, сухарик отдает. Он говорит, нет. Горчица, только горячо. Горчица. Что там еще? Забавные были случаи. А, как русские люди видели, снимают деньги за границей. Они забавно подходят к автомату. Во-первых, они не знают, что такое ATM. Они знают, что это банкомат. Они смотрят, ATM это как бы фашистская штука, ее нельзя трогать. Я говорю, мимо. Я проходил мимо час, люди ходят, русские, без денег. Говорят, у нас нет денег. Я говорю, вон штука. Они говорят, окей, спасибо. Приходят через час обратно. Они стоят около нее. Говорят, что такое? Они говорят, мы не знаем, как снимать деньги. Мы уже все попробовали. Я подхожу, говорю, ну смотрите, раз, два. Там слово, знаете, как будет слово снимать? Withdrawal. Я подхожу, они говорят, мы уже попробовали кэш, кредит. Но это слово мониторит. Вдруг деньги сгорят. Явно оно... Я знаю, get money. Но тут нет get money. Take money, get money. Нету такого. Так вот, такие майн-карты. Если вы собираетесь путешествовать, вы можете взять и распределить. Путешествие, пут, из чего состоит? Еда. Мы уже взяли. 800-900 слов позволят вам свободно общаться, например, даже на арабском языке. Основные фразы занимают 120-130 слов всего лишь. Самые основные фразы. Еда, транспорт, опять же, самолетный транспорт мы разделим, поезда и так далее, со всеми там периодами и так далее. Житие мое. Там будет отель, квартира, в отеле там будет, я не знаю, комната, посуду, обстановка, па-па-па-па. Что там еще у нас есть? Кстати, если кто-то говорит хорошо на английском языке, обязательно сделайте себе майн-карту экскурсионную. Возьмите текст экскурсии, потому что очень много специфических слов, исторических, специфических. Если вы в Грецию едете, на английском языке экскурсия, вы сразу не поймете, что будете долго врубаться, что значит эти слова. Они специфические, исторические, так же, как не империя, а вот что-нибудь там, триумвират. Но оно понятно? Экскурсионные слова. Какие еще? Всякие такие emergency, всякие медицина, полиция, таможня. Надо бы знать. Криминал. Кто, зачем едет? Криминал. Вполне можно. Я не против. Записка. Мне. А надо? Первая цифра. Нормально? Отлично. Во! Современная технология передачи короткое текстовое сообщение. СМС. Что еще надо для поездок за границу? Приветствия? Ну да. И на самом деле вторая майндкарта будет просто по ситуациям. Ситуация покупки, там поторговаться, как ситуация приветствия, ситуация знакомства, ситуация извинений и так далее. Просто прорабатывать каждую ситуацию на них, как конкретные слова, звук, сочетания. Удобная тема. И эти слова реально выходят в актив. Говорю вам по опыту повыше, чем 20 языков. Я реально в самолете брал просто майндкарту, накидывал ее, она у меня в голове большая есть, как она удобна мне. И просто брал и забивал в компьютер, брал эти слова. Вы удивитесь, но они реально в активный словарный запас за одно-два употребления выходят. Почему? Потому что я их брал точно по адресам. И только случается полиция, мост прямо активизирует эту область. Полиция. Если я скажу слово «космос» сейчас, у вас сразу оп, подгружается все, что показывает космоса. Куча картинок, планеты, всякие спутники и так далее. Почему? Потому что это один контекст. Когда вы вот так вот сделали, по контекстам прекрасно работает. Крайне рекомендую эту технологию, поскольку мы с вами, видите, набросали планчик на 100-200 слов с шутками-прибаушками очень быстро. Как только вы разгонитесь, за один вечер можно набросать вообще по 20, 30, 40 разных больших майндкарт, в том числе строительство, стройматериалы, как ругаться на таджиков, все что угодно можно. У меня знакомый на стройке, где-то его отзыв можно откопать год назад. Он говорит, я на твоем семинаре побывал, я выучил по-таджикски все матерные слова на все виды ситуаций, и как там будет молоток и так далее. Он говорит, у меня вышло там что-то 150 слов. Он говорит, 150 слов, у меня великое уважение среди таджиков, то есть узбеков, великое уважение среди начальцев. Потому что я единственный, кто могу сказать, взял дрель, пошел пилить, блин. И реально они его понимают. Обычно они объясняют, вот так говорит, отпили вот здесь, столько там. Он знает, как будут метры, как будут сантиметры по-ихнему. И еще перед перерывом одну технологию дам вам. Понятно ли, что вот эта технология прекрасно набирает структуру, но она не вылавливает очень много прилагательных, очень много глаголов, специфических слов и терминов. Если вы о них не подозревали, и я рекомендую вторую технологию, которую совместно с первой используют прекрасно. То есть начинаем сюда с первой, используем вторую, и дальше ходим с книжечкой, дописываем третью. Вопрос можно? Нет, на майнкарте мы ничего не пишем. Мы все вот так вот рисуем на русском языке, а дальше мы просто берем люди. Официант, раз, вейтер, записал себе, выучил тем способом, который вы учите. Ничего здесь не пишется, это результирующий вот такой вариант. Циферки я расставил только для вас, чтобы показать, что там будет немного. Когда люди начинают говорить, там будет 3000 слов, 3000 слов свободного общения на английском языке, две школьные программы, там не будет 3000 слов, даже если вы повар. У медиков мы считали количество латинских терминов со всей анатомией и так далее не превышает 1000, люди, которые учатся 8 лет. По своей спецы, 1000 слов не превышает. Я бы не рекомендовал. Смотрите, из раконника то же самое, что список, как вот частотный. Еще раз, частота. Вы их берете из словаря. Из словаря. Какое значение? Вы берете осьминог. Там будет одно значение осьминога. И с примерами берите лингву. Ни в коем случае не ориентируйтесь на разговорник. Тогда берите школьный учебник английского языка и имейте тот же результат, что... Любой другой. Нет. Разговорник, он вам стирает всю структуру. Моментально. То есть по разговорнику запоминает фразу, я тоже пробовал на заре прилетать в другую сторону, запоминает, не вылезают они. Ну никак. Потому что нужно разметить своим мозгом. Вы знаете, что написав... Кто понимает, что написав за три часа свой доклад криво-костно или взяв, скачав доклад и три часа его читая, вы понимаете, что будет принципиально разный результат и через день, и через год, и через пять лет. Принципиально разный. То, что сделано своим мозгом, оно по-другому структурируется. Знаете, это ощущение понимания? Это тогда, когда вы делаете обобщение. Есть целая наука, которая это изучает, когнитивистика. Вот. Точно вам говорю, что... Не нужно брать. Когда вот вы это составили, вы можете открыть словаря, и оттуда уже брать эти слова, те, которые вам нужны. Но ни в коем случае не составить, а потом взять и переписать их подряд. То есть должен быть активный выбор слов. Нужно, не нужно. Я видел людей, которые составили, говорит, и какое-то слово. Шафран. Что это такое? Не знаю. Надо запомнить. Шафран. Не надо знать то, что вам не нужно. Надо то, что вы не используете, то, что вы не знаете. И технология работы с текстом, которая супер-мега-поразительная и потрясающая. На ней можно построить пассивное знание языка с нуля. Метод Ли и Франка, знаете? Вот это недоработанная технология. Так вот. Помните самый любимый текст из школьной программы? Какой был самый крутой? Откуда вы его помните? Я проводил научные исследования, откуда люди помнят Лондон-Столицу Великобритания. Все говорили, эээ. Но я докопался до истины. Оказалось, что Лондон-Столицу Великобритания – это первый текст, который дается абстрактной лексикой. То есть до этого вам ничего не давали абстрактным. У вас был мой друг Джон, он красив. Описание внешности на трех словах. Все. А это был первый абстрактный текст. Поэтому встретились колоссальным количеством непонятных слов и запомни его навсегда. Почему? Потому что у нас есть потрясающая алгоритм работы с непонятными текстами. Он немного круче, чем алгоритм Эйнштейна. Эйнштейн был не такой умный, как принято считать. Он говорил, что если ты делаешь то же самое, рассчитанное на другой результат, ты безумен. Сделать то же самое, рассчитанное на другой результат – это первый признак безумия, говорил Эйнштейн. Как мы делаем в школе? Мы берем лунную столицу Великобритании. Прекрасный текст. В первом предложении мы читаем слово «консист». И думаем, что это такое? Смотрим его в словаре. Главное не потерять место, где вы его нашли. Возвращаетесь. Пытаетесь перечитать сначала. Там было еще одно непонятное слово. Ну ладно, оно потом запомнится. Читаете дальше. Молитесь, чтобы два слова вместе не попалось. Типа Great и Britain. Особенно Grandfather. Смотрим, если попалось три, то все. Это как минимум надо, я не знаю, что делать. Доходите до конца. Полтора часа времени вы тратите. Получаете следующий результат с этим текстом. Давайте посчитаем. Мы все считаем в измеримом результате. Пункт первый. Знаете ли вы слова наизусть? Все. Новый текст. Нет, вы их только один раз посмотрели в словаре. Знаете ли вы, о чем текст? Догадываетесь. Вы знаете, что маленькие дети, у них не спрашивают содержание текста. Почему? Маленькие дети не могут воспринимать текст, потому что есть определенная предельная скорость. Видели? Почему машина глохнет? Знаете? Когда мало оборотов. Она не может поддерживать инерционное движение, она глохнет. То же самое с мозгом. Он не может воспринимать текст. Если я вам буду говорить раз в полминуту слова, вы не сможете составить его. Вам нужно будет проговорить его. Раз в полминуту давать слова, вы их не сможете. Поэтому при такой скорости вы мало что поймете. Настроение всегда увеличивается от такого текста. Просто вообще аж слюна капает. Видите? Что говорит Мария Ивановна? Вы говорите, Мария Ивановна, полтора часа времени потрачено, слов не знаю, текст не понимаю, настроение уже аж капает. Мария Ивановна говорит, ничего, сделаю еще раз. Не получилось, да? Сделаю еще раз. То есть, она говорит, почувствуй себя безумным. Эйнштейн в школе проходит, им не стыдно говорить вам, прочитаю еще раз. Но Мария Ивановна, это не глупая женщина, ее нельзя либо преподавать, если бы она не была умнее Эйнштейна. Вы читаете три раза, и на третий раз вы уже слово консист узнаете. Точнее, нет, сначала вы узнаете, на каком странице оно находится. Помните это ощущение? Открываешь, вот оно, я знаю третье значение, хе-хе-хе. Вот уже запомнил. Вы знаете, где оно находится в словаре? Ну, есть люди с колоссальным уровнем интеллекта, вот, не знаю, присутствуют здесь такие, которые подписывают сверху слово. В школе не объясняют, что так можно делать. Но это уровень интеллекта просто. Я бы в Гарвард сразу отправлял. Ребенка, который сам догадался это сделать. Так вот, обычные люди, которые не догадываются, они читают на восьмой раз, они уже знают, сколько консист, потому что они знают, на каком месте они находятся, чтобы помнить примерно, что оно значит в этом контексте. В итоге, раз через восемь, вы потратили всего три часа, с каждым разом все меньше и меньше времени. То есть, первый раз полтора часа, остальные восемь раз, через семь, еще полтора часа. Вы примерно даже знаете какие-то слова, которые постоянно повторяют, типа Great Britain, чтобы о ней не знать-то, консист. Вы даже реально поняли, о чем текст примерно, ну, с восьмого раза это. Повторение, как говорится, что-то там. Проматик. И, ну, настроение, разумеется, там уже капает уже больше. И на этом вы оставляете текст. Знаете, что самое страшное в этом? То, что люди, которые потом выучивают язык на хорошем уровне, приходят в магазин и покупают книгу какого-нибудь великобританца. И там, я не знаю, Великий Гетсби, как это, автор, Челленджер. Как? Фиджеральд. Точно, Челленджер. Фиджеральд. Покупают, говорят, у вас есть Фиджеральд? Говорят, на русском. Зачем? Непонятно. Они, это с детства привычка того, что вы реально боитесь иностранных слов. То есть, боитесь текстов, потому что вы их вот так читали. Теперь, когда вы их с легкостью считаете, вы все равно их боитесь. Это подсознательное ощущение. Поэтому люди почему-то все ищут на русском языке, которые прекрасно говорят по-английски. Прекрасно. Я смотрю, человек в русском интернете ищет. Я говорю, ты же предпочитатель английского языка. Говорят, а что на английском? Говорят, не знаю. Я считаю с той же скоростью, последние 10 лет. Я не знаю, что ты на русском еще. Я говорю, потому что, может, боишься? Не боюсь. Я не боюсь. Так вот таки. Я вам продавлю следующий алгоритм. Трехшаговый. Пункт первый. Вы вычеркиваете незнакомые слова. Вычеркиваете. Не подчеркиваете, а именно вычеркиваете. Вы берете текстовый дизель или фломастер и делаете вот так. Раз, два, три, четыре, пять. На каждое слово тратится меньше одной секунды. Почему? Потому что это нормальная скорость. В среднем страницу вы за 10-15 секунд можете обработать, если там будет даже много слов. Почему я так уверенно об этом говорю? У всех у вас развито корректорское зрение относительно цифр. Помните, в школе читаем мы по истории текст на три страницы. Потом у нас спрашивают, в каком году? Конечно, вы помните, в каком году. Вы же прочитали текст. Там были целые две даты. Вы обе запомнили. Вы на всякий случай открываете, чтобы не ошибиться. Смотрите. Кто-то говорит, 1534. Он говорит, нет. Вы перевариваете страницу, говорит, 1023. Он говорит, да. Вы за долю секунды находите цифру на странице. Кто так не умеет делать, кто не может открыть страницу текста и найти на ней цифру за долю секунды. Просто пам. У кого глаз не останавливается на цифре, если есть задача с цифрой? Хоть один. Конечно, со школы привычка внедрённая. То же самое можно тренироваться у профессиональных корректоров. Они вообще не читают смысл текста. То есть, если им надо корректировать на ошибки, они проглядывают текст вот так. Им просто бросается в глаза ошибка. А если на странное слово нарабатывается другой навык, потому что вы его никогда не нарабатывали. 10, 15, 20 страниц, секунда на слово, это с учётом того, что мы берём медведя, которого не обучали чтению, и он тормоз. Только в этом случае. Во всех остальных случаях секунды, извините, секунды скорочтения. Люди за один день могут научиться 3-4 строчки видеть. Со смыслом. А я уж не говорю про то, что видеть ошибки. Это несколько часов работы, и вы делаете вот так. Вы будете не успевать за своей рукой. За буквально несколько минут, а не часов. Попробуйте. Даже секунду на слово вы тратите, если это не обученный медведь, ну, долго. Пункт 2. Вы берёте лист, бумаги или линейку тяжёлую, спускаетесь в каждую строчку. Видите, первое слово незнакомое. Вы смотрите в словаре. Если у вас вдруг лонан столицы Великобритании или дядя Фёдор пёс и кот, и вы думаете, нигер тут или кот, или док, собака, тогда вы смотрите по контексту, то есть читаете предложение и понимаете, какой контекст. Если в 90% случаях по тексту ясно, какой контекст, вы просто это слово выписываете, запоминаете. И вот так идёте каждое слово. Мы всё это дело замеряли по времени, и у наших студентов, которых сейчас вы видите, кстати, занимает 50 новых слов. А 50 слов, чтобы вы понимали, ни в одном тексте не было. В столице Великобритании, Лондон, там было не более 10 новых слов. Если есть представители, 10 новых слов, и на сколько запомнился текст. Вообще, на курсах английского языка, если вам дают больше 15 слов, это либо они используют какие-то методики, либо это неграмотный преподаватель. Почему? Во всех методических книгах написано 12-14 слов, это предел для одного урока, иначе вы демотивируете своих учеников. Там стоит предел насыщения. Человек не может вывести в актив и даже выучить это количество слов, если он непредельно мотивирован. Даже в Великобритании на курсах больше 20 слов не дают на трёхчасовых занятиях, и вот дриллингом 3 часа их выводят. Так вот, 50 слов – это 19-22 минуты. Долго, конечно, с учётом их запоминания. Вы их выписали и запомнили. И после этого, пунктом 3, когда вы запомнили эти слова, вы читаете без словаря, без всего, текст сверху вниз один раз, как будто это текст на русском языке. Одну страницу, ну сколько вы читаете? Ну 3 минуты, с учётом понять, как грамматика там устроена. В итоге у нас получается менее 30 минут, из которых вы взяли 50 новых слов в контексте, в конкретном, и в контекст вернули, когда прочитали текст. Круто? Или не круто? Мега круто. Почему? Если вы возьмёте кулинарную книгу и попробуйте её читать, вы не сможете её читать, слишком много специфических слов. Английский язык – это не немецкий. Немецкий язык потрясающий, он сложен на входе, зато более высокие уровни даются просто вот так, с полтычка. Почему? Ножка, стул – это будет стулоножка. Там большой предатель немецкой революции будет большой предатель немецкой революции. Там не будет слова другого какого-нибудь, как в английском языке. В английском же стул, ножка, а стулоножка будет вандерхаус. Что-нибудь такое, как в немецком. Так вот, набрать 50 слов на самом деле, это огромное количество. Если вы хотите стать математическим математиком, у меня была ситуация, когда мне нужно было читать лекцию по математике, я взял тексты по математике, лекцию, подчеркнул слова, выучил, вернул в контекст, прочитал. Через день я читал, хотя первое предложение меня ввело в ступор, потому что в России на сути, что все числа целые делятся на четные и нечетные, а в американском учебнике, который был переведен Гуглом, я в Гугл трансвейд, он мне сказал, что все числа делятся на странные и плоские. Я думаю, так, такую математику я не готов преподавать, потому что странные, ладно, плоские числа, окей, цифра 1, плоская, если повернуть, а вот цифра 8, не плоская. Плоские и странные, на самом деле, это был не тот словарь. Если вы хотите реальную речь, вы берете что? Для того, чтобы поставить реальную речь, как говорят носители языка, что вы берете? Журнал. Конечно, в журнале, они прямо так, в глянцевом журнале говорят. Вы берете сериалы, не фильмы, а сериалы, потому что сериалы, предельно разговорная речь, какой-нибудь самый глупейший сериал об обычных жизненных ситуациях. И там будет весь сленг, вы подчеркиваете, все, что угодно, а дальше, следующая технология, на которую я вам дам ссылку в конце, навык постановки понимания на слух, базируется на этом. Как только вы выделили все слова, вы учили их, за 3-4 серии вы наберете колоссальное количество слов, потому что вас такому не учили на курсах, и вы потом будете смотреть и знать каждое слово. Мозг приходит совершенно другую, другой режим работы, когда он знает каждое слово, и он реально думает о грамматике, он думает об употреблении, у него есть на это время. Человек, пока он голодный, у него нет времени, знаете, к пирамидам о слову. То есть нет саморазвития, пока голодный. То же самое, нет никакого развития в языке, пока вы не знаете слов. Если вы берете текст I have a dog, my dog is good, good is good, dog is dog. Это предельно усложненный текст учебника. На этом вы вроде как все слова знаете, но много вы не подчеркнете реальной речи, навыка понимания. А если вы хотите реальной речи, реального навыка понимания, то вам необходимо брать разговорные речи. А там вы будете дофига слов не знать. Первый раз, когда я клинику открыл, когда вот доктор Кокс ругается, я смотрю, я все слова понял и не понял ничего. То есть я реально каждое слово знал, которое он сказал, и ничего не понял. Почему? Шутка. Не каждый может понять. Поэтому потом начал разбираться, что за шутка, теперь сам их употребляю. Британцы говорят, ого, мы такого не знаем. Американцы говорят, да, нормальная шутка. Так вот, за 30 минут такой вот результат мы получаем. Если вы хотите стать химическим химиком, берете учебник химии, подчеркиваете, потом работаете с ним. Разделяете задачи. Ни в коем случае не работаете, не переключаясь на словарь. Это то же самое, что читать две книги по физике и по анатомии, и по строчке туда-сюда. Понятно, что мозг не сконцрируется ни на одной из них, не будет никакого результата. Сначала выучили слова, прочитали, таким образом вы набрали слова и вернули слова. Если вы хотите по кулинарии реально прокачаться, берете книжку «Кулинария дочайников», подчеркиваете всю ее, значит, первые 20 страниц, выучили слово, прочитали. Вторые 20 страниц, также подчеркнули слово, выучили, прочитали. Все, к концу вы будете кулинарами. Готовы? Отлично. Так, вопрос? Прямо в контексте. Вы хорошо учились в школе. Кто еще так учился в школе? А, так это одна из техник, инструмент, который позволяет набрать слово на запас. Вопрос такой, а вы владели технологией запоминания 50 новых слов за 19-22 минуты? А у нас ребята запоминают по 100-200 слов в час и в день по 1000. Вы писали слово оп, не ломай камеру, она еще пригодится. Не в этот раз, отлично. Так, может, микрофон? Так, это наши ученики. Они вам будут показать чудеса дедукции и эрудиции. Да, стойитесь в кружок, микрофон один, а вас много. Вы писали слова и вы писали номер, вы писали слова иностранного языка иностранного языка, это намного сложнее, чем любой другой язык, потому что там структура разная. То есть, учить 100 слов немецкого намного проще, чем 50 слов немецкого, 50 слов испанского, потому что разная структура языков. Там вообще было. Ого-го-го. Спрашивайте, кто из вас что готовил, или вы все готовили? Здесь цифры. Здесь цифры. Здесь слова, здесь цифры. Замечательно. Говорите по номеру слова из русского или по слову и по языку говорите либо слово на иностранном языке, либо на русском языке. Ребята будут отвечать. Поехали. То, что вы выписывали. У вас было слово под номером 0. 0. Слон. Оно? Результат. Нота. Нота. 69? 69. Тест, тест, тест. Дивера. Дивербератор, по-моему. Дивербератор. Дивербератор. Три. Чай. Чай. Конфеты. Да по числу любой может. Давайте по слову. Это иностранный? А вы можете еще русский, который вы писали, условно говоря, говорит слон, а мы скажем ноль. То есть в обратную сторону. Как уля. Какая уля. Простите. Торок-рик. Ни-лон. Видите, без картины даже выспроизводят. как-то так неправильно как неправильно некоторые слова были очень плохо записаны поэтому произношение может отличаться от того который вы планировали надо было писать печатными буквами три слова а ну вот нарушают правила режим работы ну что спросите еще по какому вопросу мама маме вечно везет она то муська прошлый раз мама была папой у кого-то явные проблемы с определением родителей кто а ты-то это дело ну что что сделали ребята выучили 50 слов иностранных сколько раз повторений давайте с этого конца пойдем во первых какой раз ты это делаешь меня зовут александр первый раз я это делаю ну вот за 40 минут в принципе выучил 50 слов это первый раз вообще ты чек знает как это делается первый раз ну ты сколько тренировался по честному до этого не делая вот этого фокуса просто этого я запоминал иностранные слова в итоге я их сделал примерно 350 штук всего лишь 350 слов для того чтобы запомнить вот так вот вообще эти 350 в первый раз в тот день ну да за три раза меня зовут анастасия и сколько за раз делали максимум говорит да данный фокус я повторяю второй раз а за раз я выучила за один день тысячу слов 9 мая точнее мы вместе это делали еще каждый еще каждый всего отлично второй раз показывает фокус виктория делает раз шестой наверно или больше она выучила все сейчас и номера и слова то есть 150 связок в любую сторону сколько раз повторила один раз прочитала вот максимум за раз учила тоже тысячи слов есть 9 мая в сумме выучил где-то 4 тысячи слов за сколько за какой период за три месяца больше ты сейчас все-таки за май ну да но я не учусь сейчас так юрий да юрий юрий меня зовут юрий конкретно этот фокус я делаю третий по моему раз не помню уже не важно а зачем так собственно ну разом единоразово запоминал 750 слов максимум непосредственно слов у меня в общей сложности выучено порядка двух тысяч восьмиста меня зовут роман я учил чбк число буквенный код на сессии в день по 20 карточек где-то неделю а сейчас все слов которые вы написали я запомнил 70 но у меня еще проблемы со скоростью я могу все воспроизвести но только это мне по 5 секунд то каждое слово где-то требуется делаю скорость медленно это первый раз первый раз вообще первый раз девушь которая по беру канала увидели она это делала раз 25-30 поэтому на за 6 минут снова прочтение снова повторения вышла и вот так вот сделала те же самые номера меня зовут анна я сегодня тоже первый раз максимум слов наверное выучила пока по карточкам 150 всего лишь на весь да ну не за день за полдня наверно а чбк вот данный список я повторяла два раза круто покупаем это к тому о чем я говорю технологии зависит от того как вы учите вот есть ли к ребятам вопросы какие-то едят но на самом деле а если вы имеете тысячи слов которые учили ребята сколько у вас из них девятьсот восемь все теперь все замечательно то есть это будет 1000 выучили 1000 выучили 1000 выучили что у нас через три года будет 3000 еще какие-то вопросы собака они говорят сорок три и пятьдесят шесть как так можно мне нужен человек который говорит в ухо это я его найму себе на работу но невозможно это сделать такой скорости читать запомнить можно плюс вы обратите внимание что хоть они это делают первый раз они разом в оперативной памяти держит не семь плюс минус два объекта как мы обычно телефонный номер силимся 20 раз повторить основа повторения не в оперативную память загружают 100 элементов и могут какие слова повторялись какие были животные какие были слова там с окончанием на такую-то букву и так далее у них разом загружен не подгружают перегружают у них разом загружено круто замечательно те кто хочет узнать как это делается после перерыва как раз расскажу а как это делается и б расскажу прямо правила изучения иностранных языков сколько нужно учить какие технологии где взять по постановке навыка понимания спеллинг и много-много чего интересного у нас вторая часть будет небольшая минут на 35 на 40 максимум и как раз начнем с грамматики и закончим пошаговым алгоритм как учить язык что дома что в любом другом месте на этом у нас перерыв к ребятам можно подойти узнать проверить их уши вдруг у них там перерыв давайте минут 7 там есть вода под лестницей есть туалет а и и и и и и он и и ания и и и есть звук так вопрос из вебинара я видел по поводу количества демонстрации технологии так далее есть два варианта я могу перескать то же самое что есть бесплатных видео уроках я могу дать много информации из той который нет бесплатных видео урок я выбираю второе поскольку общую структуру сейчас дам по изучению любого языка спрашивали на платных программах столько же информации на платных программах навыки работа в малых группах отработка с конкретным результатом во-первых рассаживаемся стал тише по моему нет нет хорошо поехали разберемся с грамматикой она же гигантская сложная помните на каждом уроке кусочек грамматики 11 лет в школе мы каждый день present perfect сравнивали с past continuous а если вспомните что в английском языке ой как много времен так вот поехали с временами разберемся я вам говорю что мы делали английский за три часа сейчас каждая уважающий не уважающий себя школа так господа в конце зала говорим тише каждая уважающая не уважающая компания копирует нас это и делает английский вина за три часа почему на английское время любой дурак может объяснить за три часа реально для этого необязательно быть нами для этого необязательно вообще кем-то быть просто сама все тема простая тем прилагательных дойдем объясню, там еще и существительный тоже. Времена. Почему вы считаете их такими сложными? Потому что когда педагоги думали, как бы детям усложнить жизнь, они не придумали ни одной темы в английском языке, в которой было бы достаточное количество правил, кроме как времена. И они подумали, там не так много правил, но мы их усложним. Мы сделаем так, чтобы им было тяжело. А еще специально раскидаем по времени, чтобы люди не могли освоить это быстро. В пятом классе в восьмом классе perfect, чтобы он точно не смог сравнить, как это работает с present simple. Вот так. Те, кто в конце зала, просьба чуть потише. Во-первых, 12 времен английского языка. Это бронье. В реальности используются 7 времен, в суде 8. А если вы идете на улицу, там будет 4 времени. Американцы в этом смысле не парятся. 4 времени охватывают 95% всего разговора. Это первое. Второе. Все времена имеют аналоги в русском языке. И аналоги прекрасные, простые, причем практически полные 24. Кстати, в русском языке сколько времен? 24. Делать и сделать. Это одно и то же время? Да. А что же разные слова-то? А делаю? Поинтересуйтесь, сколько времен в русском языке. Таджикам, узбекам и китайцам крайне тяжело осваивать систему времен английского языка, поэтому они поддерживают миф о том, что она сложная. Почему? У них нет таких вещей, как перфект и прочих, прочих, прочих вещей. В русском языке, благо, все есть. Present simple. Простое настоящее время. Знаете, почему мы его назовем простым? Потому что оно простое. Потому что всего 10 способов употребления present simple существует. Общая правда, законы природы, человеческие законы, состояние. Что там еще у нас? Расписание, там типа поезд приходит во сколько-то времени. И прочее, прочее, прочее. 10 способов употребления. Понятно, что вы их никогда не отработаете, все 10 и даже не запомните. Не будете думать. Так, в школе как преподают грамматику? Вот к женщине подходят и говорят, можно вас пригласить на свидание. Как учат российская школа? Надо быть целомудренной, надо с чего подумать. Подумать мы как? Надо ответить yes or no. Причем надо понять, в каком времени ответить. Поэтому он вроде подошел сейчас. Ждет еще всего 3 секунды, пока я соображаю. Поэтому это настоящее время. Он приглашает в будущее, поэтому это будет в будущее время. Но, с другой стороны, в прошлом такая ситуация уже случалась. Ее приглашали на свидание. Она подумала-подумала, согласилась. То есть, past in the past. Future in the past. Она согласилась. То есть, это перфект. Это имело значение. Ее прокинули, никто не пришел. Она возненавидела мужиков. И, в общем, сейчас у нее сложный выбор. В каком времени? Future in the past. Perfect. Continuous. Потому что тормозит уже 4 секунды. Минимум. Если она быстро думает. И в каком надо времени ответить, yes или no. Вот так учат в школе. Но все было просто. Надо же проверить. Все-таки она решила, в каком времени ответить. Но надо проверить все звездочки условия. Если это происходит в Западной Венгрии, то тогда время смещается вперед, назад и на 45 градусов. Если это происходит с собаками, то есть, надо посмотреть, нет ли в приложении собак, то с собаками все происходит еще сильнее. То есть, там смещение происходит в другую сторону. Так, господа администратора, можно мне чай обновить? Но если все-таки ни одной из этих исключений у нас нет, надо проверить, если происходит с 4 до 6 в Западной Венгрии, нужно посмотреть, переводится у них время, относительно нас. Потому что если время переводится, надо пересчитать. Сейчас, помните, в школе такие структуры, да? И надо проверить, не состояние ли это? Если глагол состояние, то мы не можем его употреблять в continuous. Так вот, present simple, простое настоящее время. Вот вам два правила. В английском языке нет ни одного правила, в именинском языке ни одного, где будет больше трех ситуаций. Не 10, трех. Первое, типично. Как правильно мысль носителя языка? Контекстуально. Если действует типично, это present simple. Что значит типично? Он пьяниц, это его состояние. Это типично. Он ходит в школу, это типично. У него две руки, типично. Солнце встает на востоке, типично. Поезд приходит в 22.00. Типично, если это не РЖД. А если это РЖД, надо сказать, слава богам, поезд прибывает в continuous. Понимаете? Нельзя сказать, что это постоянно происходит. Все, что типично, проще так употреблять. Но есть еще один способ употребления, важность. Когда я говорю, шел я по улице, смотрел по сторонам, ехали там всякие автобусы, троллейбусы, и тут вижу, идет она. Почему прошедшее, 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 настоящее в русском языке? Потому что важность. Когда мы что-то рассказываем и хотим переключить внимание, в английском языке это так же работает. Английский язык это индоевропейский язык. Это копия, упрощенная копия, по большому счету, с русского языка. Есть товарищ Драгункин, которого не признают в научном сообществе, но он утверждает, что английский язык произошел от русского. Мы понимаем, что не совсем так, у нас общий предок языков, не от русского. Но он реально доказывает это практически. А что в английском языке есть, такого еще нет в русском языке, кроме артикля. Все говорят, да, в принципе, все, наверное, есть. Так вот, мы придумали артикль, запатентовали, английский язык теперь, новый язык, а на самом деле прородитель-то русский. Просто так. А по поводу перфект, я хожу в школу, и там, я закончил школу. В каком времени надо сказать? Я закончил школу. В зависимости от типа ситуации. Смотрите, если человек хочет сказать факт, я закончил школу. Просто это рутинный факт, я закончил школу. А если мне уже можно, он говорит, я уже закончил школу в перфект. То есть выделяется. Ты зацени, там сколько слов-то. Перфект, я уже закончил школу. Уже 18. Это типы ситуаций, как делать и сделать. Когда ко мне подходили, ну, корейцы-то ладно, они более-менее еще соображали относительно делать и сделать. Когда узбеки подходили, спрашивали, а в чем разница между делать и сделать? Я говорю, ребята, не ко мне. Я 15 говорю на русском языке, говорит, вроде ошибок не делал, но до сих пор не понимаю, как вы употребляете это слово. У них нет такого в языке. Поехали, что в английском языке есть? Вся грамматика, экспресс-грамматика за 5 минут. Существительное. Есть в английском языке существительное? Или нет? Говорят, есть. Как и в китайском языке. Существительное. В скольких формах бывает? 100, 200, 300. Три формы. В чем английский язык, это божественный язык, там все по три. Кроме трех форм, там есть буква S. В остальных двух формах буква S. Есть кот, есть кошка, есть кошкин и есть кошки. Все, больше в английском ничего нет. В русском языке все просто. Изменяется по родам, мужской, женский, средний. Изменяется по числу, изменяется по падежам для кошки, кошками, собакой, для собаки, собаками. 36 вариантов. Ну, любой дурак может 36 вариантов выучить, это вообще не сложно. Единственное, что в русском языке есть несколько исключений. Например, среди, это подстава называется, корова, хвост, лохматая, дает молоко. Женский род, единственное число. Кошка, единственное число, лохматая, дает молоко на определенном этапе жизни, тоже с хвостом. Вроде никакой разницы между ними нет, да? Общий предок. Обе млекопитающие. Но одна кошка, одна корова. Все верно? Две кошки, две коровы. Окончания разные. Заметили, да? Пять коров, пять кошек. Но это еще не страшно. Две кошки, две коровы. Но 22 коровы и 22 кошки, когда 26 коров. Но при этом 12 коров, а две кошки и 22 кошки. Если вы кому-то это сможете объяснить, давайте. И это только, извините, на одном примере. В русском языке количество, как, кстати, в арабском языке и как в этом, в Иврите, там есть 8 типов. У нас не 8 типов, существительных, каждый из которых в каждом из 36 вариантов ведет себя по-своему. В английском код, извините. А есть ли исключения? Конечно, есть. Самые важные, ненавистные слова, они сделали исключениями. Их порядка 30 употребимых. Большинство из них логичные. Мужчины, женщины, пши, дети, ноги. Что еще? Гуси. Зубы. Там к гусям это, ту копилку. К ногам. И что еще? Мыши. Мши. Как будет монетка британская? Маленькая. Нет, маленькая британская монетка. Пенни. Как будет две британские маленькие монетки? А почему не пеннис? Потому что в латинском языке и в русском это то же самое. Не буду предоставить это слово, это более страшное слово. Скажите мне, как будет осьминог? Множественное число. Те, кто рядом сидит, не слушайте ее. Не буду предоставить по множественному числу это слово, поскольку многие из вас знают его перевод. Так вот, поэтому Octopy, действительно, 30 исключений. Дикое количество, это вам не корова в русском языке, 36 вариантов, еще и корова. Три варианта, извините, букву S поставили, вот здесь 30 исключений. Про существительное что-нибудь не сказал, артикли. Артикли это сложно. Артикли это того, что нет в русском языке. В реальности там по три правила на каждый артикль. Мы за 15-20 минут на курсах объясняем через майндкарты артикли, и люди на паттернах отрабатывают их за несколько часов до уровня автоматизма. И мы к артиклам больше не возвращаемся. Почему? Сложность единственная заключается в том, что в русском языке нету. Мы не говорим, там, какой-то чайник и так далее. В остальном они простые. Единственное, на самом высоком уровне владения языком можно играть артиклями, когда вы можете сказать не просто чайник, а вот тот самый чайник. Типа наполните тот самый чайник. Это да, будет так круто. Но в целом артикле простая тема. Так, прилагательное. Прилагательное в русском языке, опять же, имеет всего лишь 36 форм. Красивый, красивое, красивое, красивые и так далее. И красивыми для красивой, для красивых, для красивых коров. 36 вариантов. В английском языке все просто. Божественный язык, три варианта. Пять исключений. Больше, меньше. Лучше, хуже. И дальшее. Дальше, дальшее, наидальшее. Все. Что-нибудь еще есть? А, да, там есть зверское правило. Если у вас один или два слога, вы в конце прибавляете буквы. Если больше двух слогов в начале. Объяснил тему прилагательного. Кто-нибудь еще что-нибудь знает про прилагательное в английском языке? В шести предложениях. С шутками еще. Кто-нибудь что-нибудь знает про прилагательное? Вы посмотрите, что такое прилагательное в русском языке. Когда я в Корее преподавал, я понял, что я русский язык не знаю. И мне пришлось заказывать с России книжки. Мне пришла посылка, когда я открываю, там наверху был, я специально просил человека, пришли мне посылку. Там был 14 килограмм книг. Ну, там многие были по несколько копий. Мне понравилось двухтомник глагол русского языка. Двухтомник. Основы были в первом томе. Во втором все остальное. Глагол в английском языке. Все мы понимаем, что индоевропейские языки живут на глаголах. Глагол самая зверская тема. Времена это тоже к глаголу относится. За три часа разобрали? Отлично. Сколько форм глагола? В русском языке я вам не буду называть, потому что их больше ста. Сколько их в английском языке? Ходи. Три. Первая форма, вторая и третья. Ну, конечно, есть миллиард исключений. А, ну да, еще есть хитрое правило. Если первое лицо единственное исключение, поставь букву «с». Как и вот здесь. Если много кошек, поставь букву «с». А там не ставь. Больше одной буквы «с» ты нигде не поставишь. Это правило английского языка. Вот. Нормальная тема? Нормальная. Глагол. Три варианта. Скажите, много ли исключений в глаголах? Колоссальное, да? Неправильные глаголы. Если мы не будем в школах ходить и приходить считать разными словами, то есть приставка в начале, то их 90 штук на уровне хорошего владения языком, то есть на уровне intermediate. Что это значит? 90. Туда, конечно, не вошли слова самые употребительные, типа «кастрировать», «золотить», «иметать» и «спрощи». Это все неправильные глаголы, очень древние. Но я вам готов дать выход. Если вы хотите употреблять в своем богатом словарном запасе эти слова, вы можете пользоваться вот этим правилом. То есть пришел я в офис, посмотрел на работу сотрудников, вижу, косячат. И тут я беру, не вы же не скажете, так, знаете, между днем, да, я кастрировал, позолотил, метнул из «прощи». Нет, так? И тут я кастрирую, золочу, метаю из «прощи». В настоящем времени. Поэтому вам не обязательно знать вторую, третью форму глаголов метать из «прощи», «золотить» и «кастрировать». Убедил вас? 90 неправильных глаголов. Наши студенты это делают, те, кто особенно делают тысячу слов в день, делают это за час-полтора. Там всего 10 групп этих глаголов, нет ли из них не изменяется? Сет, 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 пут, пут, пут. Гет. Гет меняется? Самый премиум глагол. А, меняется, да. Отлично. Что язык про глаголы? Может, я что-то пропустил? Еще там 14 форм исключений. Преподаватели. Модальные глаголы – это отдельная тема. Окей, сложность модальных глаголов в чем? Я могу пойти научиться. Они как-то хоть меняют что-то? Нет. У них, конечно, есть свое будущее. Сколько модальных глаголов? Ну, штук шесть употребимых. Они делаются в двух разных ипостасях. Первое – я могу, я хочу, я не могу, я не хочу. Там я должен, я вынужден, как и в русском языке. И второе – они говорят про степень it might be. То есть, это может быть. То есть, это может быть правдой. Это не может быть правдой. Это вообще неправда. Все. Вот вам модальный глагол. Никаких правил употребления нет. На модальный глагол берется все, глагол обычно не изменяется. Все. Это времена. А что в прошедшем времени? Can, could? Это могло бы быть и что? То же самое. Глагол точно меняется. Он говорит, это могло бы быть. Там какого быть. Есть и have been. Сколько она появляется? Должно быть. А, все, понял. Есть. Опять же, это не исключение, это правило. Сейчас, сейчас, сейчас. Я просто грамотику сам никогда не структурировал. Что интересно. Есть набор фраз, которые мы даем, например, младшим уровнем, просто на запоминание. И мне обязательно знать, как это будет называться грамматически. Например, you should have told me. Тебе бы следовало мне сказать. You should have. Когда вы хотите на кого-то поругаться, тебе бы следовало это сделать. Прямой перевод. You should have told me. Тебе бы следовало сказать мне. То есть, past, perfect, чем там не perfect. Тебе следовало бы. You must have told me. Ты обязан был сказать мне. Отличается это чем-то. Я показываю к чему. Если мы уберем must, что будет? Ты мне сказал, и это имело результат. Ты должен был мне сказать, и это, черт возьми, имело результат. Грамматика простая. Там нет нигде. Согласование времен. Мне кто-то говорит, там три, как сказать, три формулы. Там волк, знал, поменялось и все. Это надо запомнить. Но! Не удалось вам меня подколоть. А я знаю тему, про которую я не сказал. Которая стоит всего того, что я сказал. Какая это тема? Предлоги. Конечно. Все то, что я сказал, стоит одних предлогов. Потому что предлоги в английском языке – это реально жесть. Потому что все остальное реально на русский язык переводится в прямую. А вот предлоги, например, go on – это не иди на, а продолжай. Я переводил к своему другу боксеру. Он там что-то селится на английском сказать. И вот там у него интервью берут на английском языке. И он такой весь сам. И ему девушка говорит, go on. Его чуть слюна не потекла. Я тут пытаюсь ей что-то ответить. Она говорит, иди на? Я ей сейчас пойду. Спокойно. Она говорит, продолжай. Это у них такой слен. А, понятно. Тогда она тебя сильно уважает. Иди на, это значит, к результатам иди. Понятно, понятно. Так вот, 400 фразовых глаголов. Если вы возьмете любой сериал, они будут только на фразовых глаголах. Get up, get down и так далее. Как будет становиться хуже? Продолжать. Continue, prolong, go on. Или carry on. Предлоги, фразовые глаголы. Короче говоря, вот это стоит половину всего. Ерундией вообще фигня. Только на старших уровнях. Там можно ему уделить день-два, разобраться. Есть ли что-то, что я упустил? Но про предлоги, честно вам скажу, над ними надо работать. У нас на курсах на каждом занятии есть кусочные предлоги. То есть, есть грамот, есть предлоги. Мы каждый раз выучим по нескольку, там по десятку, по нескольку хотя бы фразовых глаголов. Избираемся, как работают предлоги времени, места, там on time, in time, at time. Все разные значения. Куча выражений с предлогами. И на самом деле, все вот это вот, грамотный человек, у которого не первый язык, английский выучивают вот так. Всех ловят на предлогах. Все международные экзамены вас вылавливают по предлогам, потому что выше уровня intermediate, в большом счете нет никакой грамматики новой. Вся грамматика, то, что я рассказал, это уровень intermediate, все. Дальше ничего нет. Нет никакого там, знаете, на уровне там advanced proficiency завернуть. А с ессим ходить в школу, но не так долго, как вам бы хотелось. Это все можно сказать на уровне intermediate. А вот по предлогам вас будут отличать до конца жизни, потому что предлоги это то, что ровно не так, как в английском языке, в русском. С грамматикой убедил вас, что навсегда теперь, если кто-то скажет сложная грамматика, ты скажешь, ну ты просуществить, что букву S прибавить не можешь. Кошкин дом, кэтс хоум. Кое-то, кошки в доме, кэтс хоум. Что, все? Кажись, все. Вот такая она простая грамматика. Китайского, конечно, проще. Видите, сколько ты? Прошедшее время и так далее. В китайском все просто. Моя мама живет здесь. Пэм. Прошедшее время тебе. Моя мама жила здесь. Поставил в конце предложение, после жила. Все, замечательно. Мама уже все в прошедшем времени жила там. Убрал, мама живет. Поставил, мама жила. Оп, поставил другой. Первый говорит, мама будет жить в этом доме. Мама, молодец. Они уточняют, мама будет жить завтра. Никакие слова, завтра, послезавтра. И так далее. Ну что, поговорим теперь о чем? Поговорим об изучении языков в целом. То есть, с чего начать, неважно, какой у вас уровень, с чего начать, какие общие принципы изучения языков правильных. Во-первых, пункт первый. Поехали по технологиям. Что крайне важно. Что вы можете сделать сами, что вы сами сделать не можете. Фонетику сами вы сделать не можете. Точнее, частично можете, если вы насмотрите кучу всякого видео, будете работать со всякими фонетическими, особенно если музыкант. Окей. Фонетика так или иначе, но это сложно делать самому. Это то же самое, что карате по самоучителю. Можно по видео, даже снимать себя на видео, но это крайне запарная тема. Потому что вы не можете оценить, пока вы не достигли определенного уровня, вы не можете оценить, как это выглядит. Человек, который тренер карате, не карате, он определяет с легкостью. Даже если он другого стиля, он определяет как правильно. Потому что общие законы движения у человека единые. Но пока вы не такого уровня, вы не можете себя отличать. А как вы будете более высокого уровня, если вы не можете давать себя обратно в связь. Неясно. По поводу грамматики. Грамматика у нас структуруется через майндкарты и через систему Стенфордского структурирования грамматики. Лучше пока не нашли. И вот это самому сделать крайне трудно, если у вас нет хотя бы 3-4-5 разных грамматик, или у вас нет хотя бы математического образования, как минимум. Желательно 2. Поэтому самому это сделать, это так же, как учебник физики, переоткрыть заново. Кто-то может, кто-то нет. А если с нуля, не занимаясь физикой, взять и сказать, откроешь учебник физики, скажешь, ну как, надо все переоткрывать заново. Закон там Паскаля, еще какой-нибудь. Поэтому грамматику самому сделать тоже крайне сложно. По поводу лексики. То, что я вам рассказал, вы обучаетесь этой технологии, то, что делали ребята, это занимает один день, и все, вы можете с лексикой работать сами. Самый большой пластик языка вы можете сработать сами. Это большой, прикольный, даже не знаю, новость для вас. Потому что вы можете сократить на любых курсах, где бы вы ни учились самостоятельно. Вы можете взять, обучиться и заплатить хоть по тысяче слов в день, но по тысяче это многовато, поскольку это в принципе не нужно. Через 3 дня становится вообще бесполезным, потому что все остальные навыки качаются намного дольше. Они бы 700-900 слов за 11 лет обучения в школе, в общеобразовательной. Так, дальше. Чтение. Чтение мы, как говорили, что вообще на него отвлекаться не стоит. Письмо. Как таковое мы его не отрабатываем. Навык понимания, опять же, можно самому освоить. Круто. Я вам дал на больше половины задач конкретные алгоритмы. Вначале часть дал, часть пришлю. Спеллинг тоже можно самому дома проделать. Для этого нужен друг, но другу не обязательно платить деньги. Друга можно использовать так. Пообещать ему что-нибудь, чтобы он вам просто продиктовал слово. Скоро мы сделаем, вообще говоря, аудио начитку слов, для того, чтобы вы могли это делать вообще один. То есть пришли домой, решили, уберу-ка я все ошибки из испанского языка, который учу 3 года. Думаете, а у меня 2 часа времени. Нормально, сел быстренько так. 3 тысячи слов, ни одной ошибки. Ну, не 2 часа, а часа 3 с половиной. Ну, нормально, можно ложиться спать. В испанском нет ни одной ошибки. Вот, поставил статус. У меня ни одной ошибки в испанском языке. Я крут. Лег спать. Встал с утра, думаешь, блин, что-то как-то скучно теперь. А, посмотрю-ка сериал по алгоритму. 20-30 часов на уровень понимания. Выйду на один плюс. По поводу разговора. Что у нас осталось? Смотрите. Разговор, грамматика и фонетика. Вот это три кита, которые вы сами освоить никак не можете. Почему? Для разговора как минимум требуется разговор. Можно разговаривать с самим собой перед зеркалом, но никому главное не показывать. Потому что некоторые считают, что это странно. И грамматика с фонетикой. Вот эти три аспекта, ради которых вам придется так или иначе что-то делать. Либо брать репетитора, либо идти на курсы, либо не работать с этим вообще. То есть, проблема, никакой нет проблемы прилететь в другую страну, выучить три сотни фраз, тысяча-две тысячи слов, научиться понимать на слух. Самый крутой язык из всех виденных мной – это иврит. Математически точный. Я там 10 дней провел на иврите, я на улице понимал, потому что у меня не было цели, я ехал отдыхать. Обычно, когда я в Азии жил, я реально за один перелет набирал там 140, 200, 300 слов, реально выходил и не использовал вообще язык. В Израиле я ленился, я использовал русский язык и английский, просто не было цели. Но вот так, просто ради интереса, я догнал до двух тысяч слов быстренько. И что, нормально, иду и понимаю, чем они говорят. Говорить не стал, потому что надо набивать долго. То есть, набрасывал слова, с грамматикой не разбирался. Но все достаточно логично. То есть, все, кроме грамматики, фонетики и разговора, разумеется, с нулевым произношением все это делалось, как вы понимаете. Но он очень удобен понимать на слух. Все это можно наработать самому, кроме разговора, грамматики, фонетики. И методики, то есть как. Список упражнений вы можете получить, знаете, описание, как это делается. А вот теперь о методике. Сначала давайте разберем с лексикой, чтобы до конца вам было все понятно. Потому что если по этому, этому, я вам дал конкретные и по набору слов, то по запоминанию, помните, там было три задачи. Выбор. По выбору мы все с вами решили. И никогда не возникнет вопрос, как набирать западно-мексиканский сленг относительно варки пингвинов. Все, берете статью варка пингвинов в условиях западной Мексики. Подчеркивайте знакомые слова, переводите. Эту технику я отработал на синхронных переводчиках, который один из них переводил для Путина. Я с ним работал после того, как он уже переводил для Путина. У него очень хитрые всякие темы. То есть приезжали сюда люди, была у нас в России мировая конференция по уменьшению потерь зерна вследствие самовозгорания. Вы знаете, что зерно лежит, лежит, ему скучно, оно горит. За счет выделения метана и так далее. Вы знаете, что его перемешивают, как бетон? Это огромные электрозатраты. Зерно портится, зерно крошится. И, короче, в мире это нерешенная проблема до сих пор. Если кто-то решит, возможно, Нобелевскопимые дадут. Зерно реально, если оно лежит, оно цельное и горит. Если его перемешивать, оно в труху портится. Что делать, непонятно. Никому непонятно. Так вот, он переводил на эту конференцию, за полдня подготовился, он просто взял основные доклады предыдущей конференции, подчеркнул славу, потому что там те же самые славы используются в другом значении. Кто бы знает, как будет самовозгорание? Нет, это взрыв. Отлично. Вы не смогли его перевести бедным людям, как не самовозгорать зерно. Так вот, и методика. Поехали с лексикой, чтобы мы закрыли окончательно вопрос с лексикой. Вот рассчитываемся, сколько надо знать слов и как их запоминать. 140 слов – это моя норма. Когда я лечу в другую страну, чтобы мне не было стыдно, я беру 140 самых важных фраз и слов и выхожу и не общаюсь на языке, который я знаю. Это, конечно, совсем минимум слов. В нормальных книжках пишут 800 слов, и вы в шоколаде, и вы за границей уже простенько общаетесь, живете. 800 слов. Это майндкарты и опыт. Я смотрю, какие слова вообще никогда не используются. То есть замечательно. «Привет, пока используются. Сколько стоит?» Используются. Там есть специальное слово «своим скидки есть». Используют в каждой стране. С китайцами круто прокатывают. Когда на шестой раз они тебя понимают, то есть ты говоришь «своим скидки есть». Они говорят «своим скидки есть». «Своим скидки есть». Кому с вами? Китайцам. У них ступор. Слушайте, китайцы нападают в три раза. Разом. То есть они, в принципе, заряжают цену нереальную. Круче, чем арабы. Китайцы, то есть там часы какие-нибудь там 150 юаней. Их можно за 25 купить. Если сказать «своим скидки есть». Они просто в ступоре находятся. Полминуты дают тебе самую лучшую цену. Ты говоришь «25», ты говоришь «25», и говоришь «15» по-китайски. Они еще раз в шоке. Когда ты только вышел с самолета, они видят, что ты ни по произношению, ни по одежде. Ты реально европейский. Реально круто работает. Так вот, 800 слов. 1500 – это школьные ЕГЭ. Если вы знаете 1500 слов, у вас не будет ни одного незнакомого слова в ЕГЭ. Вы полностью его сдадите. 1500 – правильно выбранных слов. 2-3 тысячи. Есть разные статистики в интернете, кто чего только не пишет. Есть люди, которые говорят, что 3000 – это вообще свободное владение языка, можно хоть преподавать. Скажу вам честно, нет. 3000 – маловатенько. Так вот, вот 4-6 тысяч по своему опыту. Я специально в Корее два года прожил, проучился, я брал предметы из абсолютно разных циклов. То есть у меня была медицина, на хирургию меня не пустили, потому что там была практика, надо было иметь медобразование. У меня была и классическая медицина, и политика, и история, и еще там география. География, то есть абсолютно разные направления, чтобы специальный язык развивать. Я не взял одного цикла. Когда мне выписывали все бумаги, они говорят, а ты вообще, как себя в университет будет давать? У тебя же ни одной математической дисциплины здесь нет. Я говорю, ну и зачем? У меня зато все остальные есть, то, что в моем университете нет. 4-6 тысяч слов я спокойно слушал и даже читал лекции по этим темам. 10 тысяч слов – это мега-супер максимум. Это больше, чем 8 тысяч, как вы видите, на целых 2 тысячи. Это больше 99%, где-то 99, чуть ли не с половиной процентов от общего употребления слов. 10 тысяч – скорее всего, ни один ваш школьный учитель не знал 10 тысяч слов, потому что иначе он дозарабатывал больше. 10 тысяч слов – это словарный запас носителя языка школьника. То есть если вот один класс человек закончил, так, не сильно образованный, муму не читал, то он знает примерно 10 тысяч слов в пассивном словарном запасе. Это реально круто. То есть если вы говорите, как американец-школьник, который 20 лет, извините, прожил, 18 в своей среде, смотрел фильмы, сериалы, сленг, то вы, ну, как бы типа круто. По 20 слов в день, почему бы не учить? Кто пробовал учить по 20 слов в день? Есть такие? И как? Тяжко. Я учил, например, 2-х лет по 20 слов в день. Так тяжко. Но чисто математически, поскольку мы математики, 10 тысяч на 20, сколько будет? 500 дней. За 500 дней вы можете взять словарный запас, который больше любого преподавателя школьного. 500 дней это полтора года, чуть меньше. По 20 слов в день. 20 слов в день это туда-сюда, проехать на автобусе, еще вечером повторить. Вопрос. Что делают эти звери на лингвистических факультетах? 5 лет, когда у них плюс 2, плюс 3, плюс 4 тысячи слов максимум дается за всю программу. То есть меньше тысячи слов в год, это они по полтора слова в день учат? Чем они там 4 пары занимаются? Никто не знает? Методика изучения. Ага, только что-то они не применяют ничего из того, что я говорю. Когда я говорю, если вы знаете что-то более эффективное, давайте 50 тысяч рублей. Это специальный сланг методистов. Они так говорят, когда... Так вот, в чем проблема? На самом деле, люди, которые занимаются математикой, знают, что есть разделы математики, которые действуют не совсем так. Квантовая физика в физике действует не так, как обычная физика. То есть электрон вращается, вращается, притягивается к ядру, но не падает годами. Тратит энергию. Если он, не дай бог, пукнет, то он переходит на следующий уровень. Если он поймал чей-то пук энергии, он переходит на более нижний. Сейчас. Да, он переходит, пум, спускается, поднимается. Никто не знает, почему. То есть мозг плывет. В математике есть тоже разделы. Например, нефридовая геометрия. Две параллельные прямые могут пересекаться, сколько им влезет. Но они параллельные. Это нормально. Лингвистическая математика, новый раздел математики, который мы открыли недавно, случайным образом, который нарушает все законы чисел. То есть, если вы учите по 20 слов в день, то через неделю у вас 140 не будет, у вас будет 45. Но еще через неделю у вас будет 22. В русском языке есть слова усушка и утруска. Кто-нибудь знает? Это специальные термины этого. Грузоперевозок. Некоторые называют это слово распил, но я не знаю, что это значит. Усушка, утруска. Слов происходит. То есть, в школе вы учите тысячами слов каждый год, остаются у вас единицы. Особенность глаголов. Помните неправильный глагол? 90 штук в школьный учебник. Там даже 80-х было. И что, кто-нибудь их все знает со всеми формами? Со всеми их непомерными тремя формами? Большинство из которых одинаковые? Или вторая и третья одинаковые? Ну ладно. Если мы решили вопрос, вот просто решили вопрос забывания, круто было бы? То есть, запомнили по 20 слов целый месяц. У вас 600 слов. Почти треть школьного курса. По 20 слов запинаете 2,5 месяца. Вот вам школьная программа. И помните их. И через 10 лет помните. И спокойно общаетесь. Школьник, кстати говоря, за границей. Не то, что он жить может. В принципе, можно его выпнуть вообще в жизнь. И школьник будет жить за границей. Если он знает 1500 слов. Так вот, сейчас я к этому и веду. Как? Как ребята мои запоминают. Так, второй вопрос. Если мы решили вопрос забывания, надо бы нам решить вопрос предела насыщения. Кто может запомнить одно слово за одну минуту? Все? Кто не поднял руку тому, либо лень, либо тот того жалко? Почему? Это тест, когда ребенка примет в школу, если у ребенка глаза в одну сторону, слюна в другую, и он не реагирует на внешние раздражители. Есть простой тест. Когнитивный тест. Это связь один к одному. Помните, я говорил? Один к одному. Ему говорят слово «элефант знаешь». Он говорит «нет». Он говорит «нормально». Запоминай. Элефант, слон. Слон, элефант. Понял? Понял. Через минуту спрашивают. Если ребенок не смог сделать одну связь в голове за одну минуту, ребенка никогда не возьмут в обычную школу. Что это называется? Задержка психомоторного развития. Каким-то образом попали в школу коррупция. Пять слов за пять минут любой из вас запомнит. Даже если будет китайский язык. Даже. Это объем нашей оперативной памяти. Дальше начинается все хуже. Каждое следующее слово все дольше и дольше запоминается. И больше сил. Разница между десятью словами и тридцатью в десять раз. Поэтому те, кто запомнил по двадцать слов, почему я взял двадцать? Десять слов любой запомнит. Там просто нужно тупо много раз повторять. Двадцать слов это реально уже серьезный такой челлендж. Для человека каждый день запомнить по двадцать слов. Разница забывай их. А вот тридцать слов. Хочу посмотреть человека, который в глаза, который в месяц запомнил по тридцать слов в день. То есть девятьсот слов запомнил за месяц. Неважно забыл он их или нет. Просто есть такие люди. Кто так насиловал себя? Странно, странно. Обычно бывает один поднимает звук и говорит, да, есть такой опыт. Я говорю, как? Все забыл. Как в МММ вложил. Раз, два, раз, два. Все. Ну, говорю, если мы решили вопрос предела насыщения, это как с подтягиванием. Первые пять делаешь, как надо выпендриваться, если в хорошей форме. Подошел к перекладине, сделал 15 подтягиваний. Только чувствуешь, что дыхание сбивается. Спрыгиваешь и говоришь, ну, я бы сделал еще раз шестьсот. Просто времени жалко. Пойдем. Вот. О, шестьсот. На самом деле уже следующие пять было бы уже... А следующие, последние два было бы... Но главное вовремя соскочить и сказать, еще пятьсот можно было бы сделать. Но так же пять. Смотрите, а если мы запоминаем полминуты первое слово, полминуты второе, полминуты сто пятьдесят третье слово и полминуты девятьсот девятое слово. То есть запоминаем хотя бы со скоростью слов 100-120 в час, то мы за десять часов можем набрать еще 1200 слов. Мои ребята набирали за восемь часов тысячи слов с учетом, что походу в Макдональдс. Тут прихожу, половины нет. Я говорю, где в Макдональдсе? Я говорю, мы же рекорд ставим. Ничего, скоро придут, поедят. Так вот. Раз и два. Две эти задачи мы успешно решили. И одна из технологий, которая у нас внедрена в курс, это технология запоминаемых иностранных слов, которая дает следующий результат. Это любой язык и любые слова. То есть китайский, корейский, японский, любой. Это по времени долговременное запоминание. То есть первое время решается. Ты еще запомнил, ты еще вспомнил. Это все со скоростью стоя более новых иностранных слов в час. А это гарантия под возврат денег. То есть если человек не получает хотя бы одного из пунктов, который он отделяет сам, деньги ему возвращаются. Мы вообще в принципе обучением не занимаемся. Поскольку я как человек с двумя педагогическими образованиями против обучения. Потому что обучение это процесс. Нужен результат. Вы в кафе же не приходите за приготовлением пищи. У вас в чеке. Приготовление салата. 200 рублей. Где салат? Приготовляется. Раз и вам какие-нибудь... Говорит, что это такое? Приготовление салата. Вы же заплатили за услугу. Здесь результат. То есть если у вас нет этого результата, деньги вам возвращаются. Стоя на салатского в час с учетом автоматизма. То есть никаких образов придумывания, перевода и так далее. С нескольких повторений, так же как ребята делали, моментально воспроизводили. Ребята, эту скорость я специально говорю, не повторяйте много. Чтобы было видно. Потому что они все повторяли по одному разу. Те, кто первый раз делали, они по-честному повторяли два раза. То есть им разрешено, если что-то там после первого повторения неуверенность, чтобы просто перед вами было видно, повторить второй раз. В реальности, если бы они повторяли больше раз, у них бы это выскакивало вот так. Скорость. Вот то, что у них выскакивало бездневные ошибки, это было с одного повторения тех, кто стоял справа. То есть эти ребята, которые делали хотя бы второй раз, ну там первый раз был, но тоже с одного повторения. Сто процентная точность. Запомним, 300 слов в 300 осталось. И получается это с первого раза. Одна из технологий, как раз, если... Если смотрели ролики про меня, то в большинстве случаев, как раз по НТВ, по первому каналу покажут именно про эту технологию. Там, где ребята запоминают по 500-1000 иностранных слов в день, это вот оно. Учиться это за один день. Плюс, чтобы выйти на скорость 100 иностранных слов в час, для любых слов нужно примерно еще 5-10 часов упражнений, за которые вы запоминаете еще там слов 500, 600. Если все делаете правильно, то вы переходите на скорость больше 100 иностранных слов в час, на любые слова любого языка. Если не переходите, деньги вам возвращаются. Вот такой вот результат. Это одна из технологий. Понятно, что, если мы перевернем обратно страничку, где же оно? 10 тысяч слов, сколько времени? 100 часов. 100 часов это, извините, to be, to have объясняется в обычных школах. 100 часов. А тут вам предлагается славный запас носителя языка, прожившего 10 лет. 140 слов, понятно, что в принципе у меня на это уходит минут, наверное, 50. Долго почему? Новый язык. Каждый новый язык долго. Вообще скорость у меня это высокая. На корейском, на английском языке там вообще за 200. Но на новых языках скорость поменьше. 800 за 8 часов, максимум вы запомните. 2-3 тысячи слов для общения, просмотра видео и новостей 20-30 часов. То есть по часу в день на протяжении месяца вы набираете 2 школьных программы. 4-6 тысячи слов, то, что я набирал 2 года, вы можете набрать за сколько, по 2 часа в день за 20-30 дней. 10 тысяч слов вы можете набрать за 3 месяца по 100 слов в день. А что такое 100 слов в день? Мы специально делали тест. У нас в Санкт-Петербурге около 70 слов запоминается в метро. То есть если это людей, которые едут в метро, на работу и обратно, в сумме 70 слов. У кого-то 30, у кого-то 100. Мы усреднили, получилось 70. Что-то усреднили. Взяли людей, 100 человек, которые живут и работают на разных ветках метро. И прочитайте, сколько слов они за обе поездки накапливают за день. В Москве это 125. Опять же, как с тем профессором идут исследования, мы не знаем, почему в Москве больше слов. Есть разные. У них дальше от Чернобыля. У них больше, конечно, университетов. Вот, Москва более старый город. Вот некоторые говорят, что метро больше, но это не поддается научному исследованию. Да, прояврит. Алфавит с согласовками. Там нужно знать правила, по которым... Смотрите, это запоминание слов. В вашем случае я могу предложить, если вы хотите проверить на иверите, вы просто берете Google Translate, который вам начитывает и запоминает с этой скоростью слова, не зная, как они пишутся, как в китайском языке, например. Никаких проблем. Можно на слух, можно, если вы умеете читать. То есть никаких проблем нет. На тренинге в конце я даю 30, 40, 50 корейских слов. Просто вы не знаете, как они читаются. Я их пишу по-корейски. Вы их на слух воспроизводите, записываете. И потом 30, 40, 50 корейских слов воспроизводите. Это все минут 15-18 тренинг. Одна из наших технологий. По грамматике, как я говорю, майнд-карты и по разговору паттерны. Теперь последнее, что самое важное. Практически последнее скажу. Это общий принцип изучения языка прямо под запись. Если мы берем одного и того же человека, один и тот же фиксированный уровень результата, а уровень не должен быть ниже, чем уровень интермидиат или B2. Запишите себе. Почему? Есть целая теория в когнитивистике относительно формирования навыков. Если взять человека, который закончил физический факультет или математический, через 20 лет не помнить ни одной формулы, потому что работает в актером. Если его посадить и посадить школьника, у которого способностей намного больше, чем у человека лет 50, который не занимается наукой, если их посадить вместе, они будут знать примерно одинаково по физике. Потому что школьник только что учил, а этот 50 лет или лет 20. Но если мы на 15 минут дадим каждому из них по справочнику физики, у этого не сильно вырастет, а человек вырастет в 100 раз. Почему? Восстановится. У меня есть прекрасный пример с вождением. Если вы получили права и не водите, навык уйдет, вам придется снова на курсы идти. У меня есть человек, который в 1971 году перевернулся в машине, у него там перелом с 40 или 60 костей. То есть у него там инвалидность второй степени. Он сидел дома все это время на пособие. Сейчас пособие не увеличилось, а уменьшилось. Даже в конце советского времени оно было больше. Ему подарили Рено Логан. Представляете, сколько человек лет? Если в 1971 году в армии он получил травму. Он был военным водителем. Сейчас он на Рено Логане на автомате таксует. То есть можете позвонить в такси, возможно, попадете на него. Человек через 40 лет сел за баранку. Через 40. Сейчас ему 64-65 лет. И он несколько лет уже ездит за баранкой. Сколько он восстанавливал навык? Больше недели. Больше недели. Перед тем, как он устроился в такси. Стаж 40 лет вполне устраивает такси. Человек ни разу не садился за руль. Почему такая травма? Потому что прошло через этап фиксации. Если не прошло через этап фиксации, вы можете выучить язык на уровне преинтермидиат. Он откатится обратно до нулевого уровня. Или до какого-то небольшого. Большинство людей это как раз элементы преинтермидиат. Они не могут выше подняться. Они болтаются, как ученик в проруби. То есть ученик между элементами преинтермидиат. Почему? Людей, у которых уровень преинтермидиат, единицы. У людей, у которых элементы преинтермидиат, просто колоссальное количество. Так вот. Результат фиксируем. И одинаковый уровень мотивации. А мотивация, что это такое? В больше П. Формула мотивации. Ценность. Цена. Если ценность выше, чем цена, вы это покупаете, берете, делаете. Если ниже, не делаете. Мы обычно проводим простой тест, кто бы захотел поприседать по 100 рублей за приседание. Есть такие? Подзаработать. В хорошей спортивной форме находитесь? Хорошо. А по 50 рублей? Уже один. А по 10? За идею никто? Вы либо хорошо приседаете, либо вас устраивает небольшая сумма. Чувствуете? Вы сразу оцениваете. Стоит, не стоит. В магазине куча цен. В обычной жизни нам цена всегда известна практически, а нам неизвестна ценность. И поэтому все продавцы не про цену рассказывают. Они говорят, тысяча рублей это, блин, поесть в кафе два раза, один раз, пол раза. Они говорят, это так хорошо. Почему ценность? Цена нам известна. В магазине вы идете и вы смотрите, почему изверисты такие магазины? Они надеются, что вы идете, 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 вдруг ваш взгляд упадет на предмет, ценность которого выше, чем цена. Вы автоматически подходите и берете его. Почему? Это принцип выживания. Если вы понимаете, что за этим зайцем бежать дольше, чем его потом есть, вы думаете, пускай бежит. Видите, демотиваторы с котами еще принесут потом. Мы не знаем ценность. В обучении все наоборот. И, кстати, если мы знаем и то, и другое, и просчитываем, мы сразу берем. Поэтому известные вещи в магазине, которые ценность выше, вы сразу, вас мотивируют в плюс, вы берете. Если нет, минус не берете. С действием то же самое. Не бывает немотивированных людей, которые хотят по маленькому в туалет. У них не бывает отмазок. У меня они были расставлены по-другому приоритеты, поэтому я описывался. У него папа крутой, поэтому в туалете работает папа. Ты знаешь, что его папа вообще? Он держит все туалеты, поэтому ему без очереди. Поэтому я даже не пробовал. Я был слишком увлечен учебой, поэтому описывался. Какие еще бывают стандартные отмазки? Это не входило в сферу моих приоритетов сходить в туалет. Я слишком молод, поэтому писаюсь. Не смог добежать до туалета. И так далее. Так вот, когда известна четко положительная и отрицательная ценность и цена, мы сразу... Если бы до туалета было 5 километров, человек подумал, да нет, лучше так. А в обучении вам известна ценность, потому что все вы пришли на семинар. Как минимум. Но вам неизвестна цена. Вы не знаете, сколько времени учить язык. Если бы у вас была просчитана цена и ценность, и вы поняли бы, что это меньше этого, и сказать, что так окажется, у вас сразу будет мотивация, вы будете учить язык. Почему? Все это основа психологии европейцев, результативность. Поэтому карате, тэквондо и так далее, вы думаете, эти цветные пояса кем созданы? Японцами, китайцами, корейцами? Да они вообще не знали, что такое краситель, пока не приехали европейцы. Это создали европейцы. Европейцы не могут больше трех месяцев заниматься без результата, подтверждения своего результата. Поэтому все делится по три месяца. Кварталы, сессии, все делится по три, максимум шесть месяцев. Пояса, если вы проболели дома, вам все равно выйдут следующий пояс, чтобы у вас мотивация была. Так вот, сейчас мы определимся, сколько времени учить язык. Потому что затраты, в первую очередь, временные. И вы поймете, стоит ли не стоит. Так, в общем, при одном и том же человеке уровни и мотивации, от чего зависит время? Кто знает? Два основных параметра. Если вы с вашим уровнем мотивации и хотите дойти до какого-то определенного уровня, от чего? От двух каких параметров будет зависеть максимально? Правильно. Первое, от технологии, от того, как вы это делаете. Если вы ко мне подходили и говорили, чем отличается от школьного обучения то, что я делаю с текстами. Если бы он не отличался от школьного обучения, то в каждый день вы бы делали хотя бы по одному тексту на 50 слов. Правильно? За полчаса. То есть вы бы за неделю сделали 30-50 слов, а за год вы бы сделали сколько? 7 тысяч слов. Не, не 7 тысяч слов получается. А сколько там? 3 тысячи слов что ли? Да очень вряд ли. 3 тысячи слов это если по... Что-то считается плохо. Нет, 1200 нам точно не будет. 365 умножить на 50. 15 тысяч слов. Отличается, чем от школьной программы, которая за 11 лет дала вам 800 слов? Наверное, отличается. Мелочами. Первая технология, от того, как вы это делаете. Ехать в Таиланд на машине не имеет смысла, хотя по городу передвигаться прекрасно. Потому что будет долго. Имеет смысл самолет. Хотя долго надо на него регистрироваться. И интенсивность. Вот это почему-то недооценено всеми. Про это знают в армии. Про это знают в спорте. Представляете ли вы? И докажу вам это математически. Кривая забывания, кривая Эббенгауза. Слышали про такое? Обычно говорят, 2 трети информации за первые 10 часов теряется. Это факт. Когда вы в школе, вам объяснили про прилагательное, вы такие крутые, плюс 5 единиц получили полезности, пока вы ждете следующего урока, минус 4. Плюс 5 минус 4, плюс 5 минус 4, плюс 5 минус 4. В итоге за 1000 часов вы максимум получите 200. В реальности еще меньше. Там потом когда-нибудь придет лето и опять к нулю. В школьной программе есть три предмета, по которым вы хоть что-то умеете делать. И при этом все их отличает следующее. Это русский, английский и математика. Что отличает все эти три предмета? Частота по 2 раза в неделю на протяжении всей школьной программы. Физика, которая была не сильно меньше, по 1 раз в неделю хоть что-то помните? Вряд ли. Химия, биология, строение человека. Селезенка где, за что отвечает? За что? Плодотворение? А, кровотворение. Ну не только она. Так вот, чем чаще, тем лучше. Кто-нибудь в качалку ходит раз в неделю? Взять раз в неделю покачаться? Я знаю зачем. У меня были уже девушки, которые говорят, раз в неделю в качалку можно ходить. Я говорю, зачем? С парнями знакомиться. За неделю как раз отработанный материал, в следующей неделе и так далее. Для тела это не полезно раз в неделю. Спортивные занятия. Ни один тренер вас не возьмет раз в неделю заниматься, если вы не будете заниматься дома. Это бесполезно. Так вот, английским языком детство занимается интенсивно, а вот это настолько недооценивают. Просто вам тест. Мы взяли людей старшего возраста, которые менее, скажем так, обучаемые, чем дети, которые не знают английского языка, дали им happy English. Помните happy English? Семья Стоговых. My father is the part of the communist party. Не помните такого, нет? Круто. Сколько вам лет? Много. Не скажешь, не скажешь. Так вот, мы дали им вот этот учебник, дали Голицынского. То есть, то, что даже нашим СПБГУ и РГПУ призвано уже провальными методиками, ими никто не пользуется. С другой стороны, рассказывают, что нельзя писать, нельзя писать, нельзя переводить. Что в сравнении с политического перевода на дом? Как они умудряются это делать? Никто не знает. Не проводились исследования. Так вот, мы взяли людям и дали по 2 часа в день, на протяжении 2 месяцев, учить по happy English и Голицынскому. Без учитель, без всего. С потрясающе жутким произношением, почти как я произнес. Они выучили за 2 месяца 120 часов. У них результат был примерно такой же, как у среднего школьника на выходе. Хотя школьник учился 11 лет и затратил не 120 часов, а минимум 1200. Видите, в 10 раз разница. Современные школьники учатся с преподавателем, по более-менее хорошим учебникам. И результат в 10 раз медленнее. Именно из интенсивности. Интенсив – это вообще потрясающая вещь. Вышка за год, вы знаете, на самом деле при минимальных затратах у меня, ребята, у них полная картина. То есть, если с ними… Многие думают, что они учили 5-10 лет. То есть, с начальной школы. За год. Почему? Потому что интенсивность. Одно вот это только дает потрясающий результат. Всю математику, на самом деле, за неделю интенсивно, по 4-5 часов в день можно отработать до хорошей, до четверки на уровне ЕГЭ. Если пришел сюда с двойкой. За неделю. За год нельзя отработать раз в неделю. Почему? Успевает уложиться в память и раствориться. Интенсивность и технологии. Про технологии я вам рассказал. Про интенсивность рассказал. И самая-то кульминация. Те из вас, те 7% людей, которые хотят выучить язык, точнее 93% людей, не может выучить первый язык не на курсах или не с репетитором. 7% может. 7% это те, кто знает какой-нибудь уже иностранный язык раз, супер-мега-мотивированный два, имеют математическое образование три или что-нибудь чуть-чуть четыре. Но в среднем статистика говорит так, что из тех, кто берется учить самостоятельный язык, заживает 7%. Из тех, кто берется на курсах, заживает 93%. Разница вот такая. Статистика не моя. Так вот, вам важно теперь, как правильно выбирать курсы. Есть алгоритм, который работает на любые курсы. Четыре вопроса, которые я вам озвучу, как правильно выбирать. Если вас интересует, чему вас научат, они раз на неделю знакомятся с парнями. Хотя это тоже хороший вариант. Кстати, мотивированные люди на курсах учат английский язык, возможно, едут за границу. Но, правда, их там немного, выборка небольшая. Что? Вопрос результата. Вы спрашиваете, что я получу? Когда вы приходите в кафе, там, например, томленая под соусом утиная грудка 200 грамм. Они же говорят, приготовление утки. Нет, они говорят, томленая куриная грудка. И результат должен быть измеримый. Никогда не покупаетесь на существенное улучшение коммуникативных навыков. Так делают хорошие психологи. Это психотерапия, скорее, существенное улучшение коммуникативных навыков. Был закрытым, теперь открытый человек. Хирурги тоже так умеют. Так вот, измеримый результат. Результат всегда измеряется в уровнях. В иностранном языке все можно померить. Есть международные тесты, экзамены. IELTS, TOEFL, BAC, FCE, которые измеряют по четырем навыкам ваше владение языком. По этим документам вас принимают любые международные вузы. На эти же документы смотрят работодатели. Второе. Если вас устроил результат, если вам сказали, ну что, через пять лет будет уровень элементария. Будете говорить, I have a dog. Вы говорите, нет, что-то долго. Вы спрашиваете, как? Вы говорите, о, за шесть месяцев, за три месяца, за восемь. То есть методика. Для меня это самый важный вопрос. Последние десять лет я работаю с методиками. Если кто-то принесет лучше методики, чем есть у меня, а у меня их сотни, то есть на каждый из предметов школьных, на каждый из язык специфических. Сейчас мы разработаем китайский язык и хотим сделать вообще для неподготовленных людей тренинг 200 иероглифов за три часа. 200 иероглифов, чтобы меня это год обучения в китайской школе. 200 иероглифов. То есть иероглиф написания его значения. С вами ивриты еще проще. А? Так по ивриту мы на тренинге по запоминаю слов запоминаем и корейский, и латинский, и итальянский, иногда испанский, если просят, английский, любой язык. Вы можете прийти со своим ивритом, сесть и запомнить иврит. Сейчас идет программа тысячи иностранных слов в день. Это люди, которые прошли тренинг по запоминаю слов, дальше четыре дня занимаются и в конце сдают тысячи иностранных слов. То есть не какие-то мифические люди, которые там ого-го-го-го, там две девушки сегодня были по тысяче. Конечно, родились такими. А это реально зал примерно такой же, как вы, человек 60-70, который тренируется на протяжении месяца, и дальше, знаете, тысячи иностранных слов фиксируют результат с одним процентом ошибок максимум при первом повторении. Методика как? Я спросил у Яндекса, Яндекс мне ответил, как говорится. Если вы не разбираетесь сами в методиках, обычно здесь проверяется на принцип Эйнштейна. Если вам говорят так же, как и все, у нас коммуникативные учебники на сети языка в центре города в малых группах. Вообще все про результаты рассказали, да? В малой группе в центре города. Представляете, приходите в кафе, открываете меню, чистая кухня, клевые повара. Находимся в центре города. Круто. Методика как? Если они делают то же самое, рассчитывают на другой результат, они, скорее всего, либо безумно, либо обманывают. Третье. Кто? Очень часто при хороших первых двух параметрах не факт, что сам по себе человек окажется, кто будет преподавать. Преподаватель. И как это решается? Решается пунктом 4. Это что, если нет? То есть гарантия. Что такое гарантия? Гарантия бывает двух видов. Это гарантия на результат. То есть то, что в пункте 1 с вами случится при выполнении 1, 2, 3, 4, 5. И вам понравится сам процесс. То есть гарантия на результат и на процесс. Что происходит, если не случается 1 или 2? По логике вещей. При правильной логике вещей что происходит? Вам возвращаются деньги за обучение. Так работает обучение на Западе. Если кто-то был на Западе, оно там так и делается. Там есть результаты, там есть определенные условия. Вы сколько-то ходите, сколько-то делаете. Если вы представляете дневник, где вы делаете, у вас нет результата, деньги вам возвращаются. Потому что по-другому у них не продается. Американцы более результативные. Им с нами вести переговоры, когда русские в бане ведут переговоры, они говорят, русским важен процесс, этим важен результат. Поэтому у них эта система пришлась уже много-много лет назад. Так вот, как гарантия удовлетворения работает на преподавателя? То есть, если вам не нравится преподавательный нос, например, длинный. Вы думаете, как заниматься английским с человеком с таким носом? Никак. Тогда это гарантия удовлетворения. Если вы все прошли, вам все понравилось, но при этом вы не достигли результата, вам возвращаются деньги. Как это работает на практике? Показываю, как это работает на наших курсах. На статистике в более чем тысячи человек, которые прошли полный курс. Во-первых, все мультилингвисты говорят, что 3-6 месяцев на изучение языка – это максимум. Почему? Меньше 3-х крайне трудно. У нас есть ребята, которые за 3 месяца выучивали до уровня преподавателя, но это, блин, надо постараться. У нас есть девушка, которая с Begin of the Upper Intermediate, это выпускник лингвистического факультета, но она фигачивала по 4-5 часов в день. За 6 месяцев в свободной форме, без отрыва от производства, любой язык даже первый выучивается. Как это происходит? У нас уровень следующий. Уровень 0. Как это? Нет алфавита, вот как вы про иврит. И у нас сейчас будет 10 разных языков, в том числе и китайский, с нуля до уровня свободного владения за 6 месяцев максимум. Уровень Beginner. I have dog. Уровень Elementary. Такой уверенный путешественник. I have a dog. Spicy dog, please. Pre-Intermediate, это уже можно чуть-чуть о политике поговорить со словарем. И уровень Intermediate, это свободное владение языком. С этим уровнем вы учитесь за границей. С этим уровнем, если у вас есть сертификат, подтверждающий уровень Intermediate, вам никто не скажет, что это не владение языком. Если какая-то британская или американская компания ищет сотрудника, владеющего языком, то с уровнем Intermediate она вас возьмет. Это достаточно для обучения за границей. Вы поступаете на технические специальности с уровнем Intermediate, на всякие юридические, гуманитарные и так далее, с уровнем Intermediate, поскольку там работа с языком другого характера. Сколько времени обучаться? В обычной школе вы знаете, что обучаться можно годами. Есть ли те, кто на одном и том же уровне был хотя бы раза по два? Не стесняемся. 6, 7, больше десятка. Почему? Помните вот этот плюс 5, минус 4, плюс 5, откат. Если не интенсивно заниматься. Интенсив у нас с нуля до уровня Elementari. То есть, если вы не знаете алфавит, вы будете Elementari. То есть, это такой вот средний выпускничок школы. На троечку. С уровня Elementari до уровня Intermediate. Скачок, то есть, с такого уверенного путешественника, который, можно сказать, не очень кислый суп, до уровня свободного владения. То есть, обсуждение новостей, понимание новостей на слух, просмотр фильмов и сериалов, уже без субтитров, чтение книг. Это уровень Intermediate. Если вы приходите в уровне Beginner, вы становитесь либо Pre-Intermediate, либо Intermediate, если поднапряжетесь. Что значит поднапряжетесь? Что значит это зеленые стрелки? Это гарантируемый результат. Гарантия результата. То есть, курс 2-3 раза в неделю, по 3 часа астрономических, 3 месяца. Это 144 академических часа. В русских человеческих часах по 60 минут, это 108 часов. Плюс, вы занимаетесь каждый день по 30 минут, то есть полчаса. Это еще 45 часов. Суммарно получается около 150 часов, если вы все посещаете. И с этим набором мы гарантируем, что вы вырастете минимум на 2 уровня. Если начать с Intermediate, вы вырастете на 1 уровень, то есть Upper Intermediate, что равно скачку на лингвистическом факультете за 5 лет обучения в ВУЗе. Это тоже 150 часов. То есть, до уровня Pre-Intermediate гарантия 2 уровней, с уровнем Pre-Intermediate, поскольку уровни расширяются, гарантия 1 уровня. С Beginner до Intermediate, то есть, с практически незнания языка минимального, забытой школы, до уровня владения языком, четверть группы всегда делает результат, но это заниматься по часу, час-двадцать в день. Если вы посмотрите, сколько вы тратите время на дорогу, час-час-двадцать в день, а у нас все задания сделаны, вы ничего не пишете руками. Вы учите слова, вы смотрите видео, вы читаете, набираете слова. Это все можно делать в маршрутке. Делаете паттерны. Это просто листок бумаги или программа, которая выдает вам задачи, и вы даже можете не переключать ее руками. Это делается автоматически. И это 150 часов с гарантированным результатом. То есть, если вы через 150 часов не уровень, плюс два уровня, тогда мы возвращаем деньги. Как проводится тестирование? Скажите, ну, конечно, они сделали грамматический тест, как выглядит шерст. Дали нам ответы, и все, мы нужны уровень. Результат мы проверяем своими тестами. Это не тест, а это собеседование по четырем навыкам. И вы можете проверить в любом другом месте. Английский язык – самый распространенный язык, поэтому можете сдать IELTS, TOEFL, BACK, FCE. Любой тест, если он не покажет уровень, который мы вам поставили, мы вам возвращаем деньги и за тест, и за обучение. По всем четырем навыкам. Не только чтение, не только письмо, не только понимание, не только говорение, а полностью все четыре навыка. Проверить можете в любом другом месте. Это прописано в нашем юридическом договоре. Гарантия удовлетворения действует следующим образом. У нас. На этот результат. Мы против продажи курс в мешке. Знаете, старое русское выражение, руссконародное – это курс в мешке. Тут вот курс, он в мешке, платите, а там преподаватель с носом. И вы думаете, бог ты мой, за что заплатил, не ясно. Мы делаем проще. Вот курс, первый 10% курса, три занятия вы получаете бесплатно. Что это значит? Вы приходите, три занятия учитесь, и если после третьего занятия мы вас спрашиваем, вам все нравится, вы остаетесь, вы говорите, э-э, нос. Или даже вы говорите, просто нет. Не могу сказать, почему, нет. Тогда полностью вся сумма за обучение вам возвращается, это прописано в договоре. То есть, три занятия у вас есть тестовых, после чего, если вы говорите, мне все нравится, мне нравится форма обучения, мне нравится преподаватель, мне нравится скорость, мне нравятся технологии, мы говорим, окей, тогда через 2,5-3 месяца ждем вас на выпускном тестировании, где у вас плюс 2 уровня, потому что если у вас не плюс 2 уровня, мы вам возвращаем деньги. Сначала гарантия удовлетворения, дальше гарантия результата. Вопрос, есть ли подвохи. Всегда спрашивают, юрист приходит, а у вас 100% посещение записано, что человек не может заболеть, мы говорим, 80% посещения, это уровень отчисления из университета. Если вы 4 из 5 лекций посещаете, а одну не посещаете, это уровень отчисления, то у вас нет положительной причины. Восстановить занятия все можно. Как вы смотрите на занятия дома? Вы сами отмечаете занятия дома. То есть, ваш дневник является для нас документом, это прописано в договоре. Количество слов измеряется очень просто. Вы приходите, говорите, я этих слов не знал, вот я эти слова знаю теперь. И вписываете количество. Никакого подвоха там нет, во всяком случае мы его не нашли. За два года пока. Есть ли вопросы, как оно в целом работает? В целом, что мы вам предлагаем? Самый быстрый из существующих методов изучения английского языка, потому что если вы найдете метод быстрее, то мы вам обходим обучение там и здесь. Еще дадим 50 тысяч рублей премии. Максимум, самый максимум, если вы вообще по-английски ноль абсолютный и не собираетесь работать больше полчаса в день, там максимум 35 минут, если вы говорите, то тогда за 6 месяцев вы будете свободно говорить на английском языке, работать на английском языке, жить за границей, не испытывая никаких проблем. Уровень intermediate. То есть это лингвистический факультет. Поступление первый, второй курс. Не все, кстати, поступают в современный intermediate, некоторые поступают в преинтермидиат. Их зачем-то берут. Это максимум 6 месяцев. Никаких вам, если вы возьмете самые крупные школы языка, чем крупнее школа, чем дольше обучение. То есть если вы возьмете самые известные три школы изучения английского языка, за год они вам предлагают уровень А2, Б1, то есть это где-то элементы преинтермидиат. У меня есть собака, я очень доволен, что у меня есть собака в будущем времени. Я буду доволен дальше. Я буду доволен, что у меня есть собака. Мы вам предлагаем свободное владение языком, которое будет подтверждено любым международным экзаменом. Абсолютно любым. Вы выбираете на свой вкус известный, неизвестный экзамен, который официально у нас есть в России. Сдаете его. Если нет результата, заявленного нами, деньги возвращаются. Кто-нибудь из вас видел хоть одно такое предложение где-нибудь в России, кроме как у нас? Смотрите, каждый раз, если вы посмотрите, поищите интервью со мной, там я и для телевизора, и для бизнеса давал, это самый логичный вопрос. Почему вы не верите в русских людей? В реальности, в реальности у нас был один неадекватный человек, который пришел вот так. Да, мы ему отдали деньги. Зачем? Не связывается. Сейчас интернет. Понимаете? Если я 30 лет назад говорил, что у меня нет ни одного клиента, который по-примяне сказал плохо, теперь я говорю так, 100 тысяч человек у меня обучилось. Найдите в интернете хоть одного человека, который либо не получил результат, либо не получил деньги обратно, при этом заявив о том, что не получил результат. Таких нет. Мы отслеживаем. По первому требованию деньги возвращаются. Нет ни одного человека. Есть, который получил и деньги обратно, еще и недоволен, получил два уровня. Да, есть такой засранец. Он получил три уровня, получил деньги обратно, в другой школе пошел на преинтермидиат, ему там скучно, он там пытается деньги забрать, доучившись до конца, выпустившись почти интермидиат. Ну что, флакуум в руки, в реальности люди не такие глупые. Почему? У нас не один курс, у нас не один язык, у нас не одна технология. Если человек научился знать стоимость слов в час, вопрос, он будет убивать золотую курицу. А при этом, со скоростью нашего роста, если мы сейчас за три месяца запускаем 10 языков, дальше будут курсы высшего образования за год, будут курсы общей грамотности юридической, политической и так далее, и так далее, количество продуктов колоссальное. Я реально не верю, что люди будут так делать. Процент возвратов меньше одного процента по всем программам. С английского еще меньше. К тому же я хотел посмотреть в глаза человека, который реально хорошо учится, который задает тысячами слов, который свободно на уроках общается, потому что большая часть времени общения, потом приходит и говорит «I don't have a dog». Реально интересно посмотреть. Ну да, ладно. Есть ли вопросы по курсу? А-а-а, да. Сколько это стоит? Стоит это на данный момент 35 тысяч рублей за 144 академических часа плюс. Что значит плюс? У вас будет к вам прикреплен личный помощник, который будет контролировать, как вы учитесь. У вас будут специальные дни, когда вы можете прийти задать все вопросы этим же помощником, сдать слова и так далее. То есть 144 академических часа – это минимум. Плюс будут специальные отработки, speaking club и прочее. То есть минимум, что вы посетите – 144 часа. Все остальное вам опционально. В курс входит все. Вам даже дают карточки для заполнения слов. Сколько запомните, столько запомните. Рекорд пока 10800 карточек. То есть человек за три месяца запомнит 10800 слов. Это как раз девушка, которая взяла четыре уровня – Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и дошла до Upper. В день по 100 слов. Я спрашиваю, сколько времени занимало слова? Он говорит, ну где-то час. Я говорю, что так долго? Он говорит, ну пока выберешь слова MindCart, пока в тексте посмотришь, пока подумаешь, нужно ли слово. Как раз 100 слов на час и получается. Все три месяца. Если вы сегодня проявляете интерес, подходите к нашей стойке, записываетесь и дальше вам звонит менеджер, рассказывает все подробно, вы задаете все вопросы. Если вас все устроило, вы определили бесплатно свой уровень и идете на первые три занятия. Деньги, какая бы сумма там ни была, кусками она вносится, целиком она вносится, со скидки без скидки. Если вам после третьего занятия что-то не нравится, все деньги вам возвращаются без удержаний за материалы, без удержаний за тестирование. Все это идет бесплатно. 35000, если вы сегодня записываетесь, это идет 26000 рублей. То есть менее 200 рублей за академический час. при колоссальной скорости. Если вы посмотрите сколько предлагает любая другая школа по учебникам рафинированным, а у нас это будет реальный язык. Вы будете смотреть реальные сериалы, которые сами выберете. Смотреть будут новости. Будете брать те книги, которые вам нужны, если они вам нужны. И будет реальный разговор. Когда вы будете говорить тему путешествия, вы не будете обсуждать, как Билл и Джон, гейская пара путешествуют в мире. А вы будете реально выходить на сайте, бронировать билеты, смотреть какие трипы вообще есть в мире и так далее. То есть реально приближенный к реальному использованию язык. Занятия проходят реально очень круто, потому что у нас есть три блока. Первый технологический. На технологическом блоке у нас всему учим, как работать в слове, как искать слово. Все это отрабатываем на практике, как работать в грамматике, майнд карты. То есть все технологии изучения языков здесь. Дальше у вас есть 21 занятие с русскоязычным преподавателем, которое перемешается с шестью занятиями с носителями языка. Русскоязычный преподаватель наращивает вам мясо языка, то есть произношение, грамматику, строит с вами лексические майнд карты. Все это дело игры, практика и так далее. По три часа каждые 10 минут смена активности. Люди выходят отдохнувшими, даже есть отзыв от людей 62-63 года, которые говорят, о, прикольно, после работы я еще и отдохнувший. С носителем языка только общение. Носитель языка не говорит по-русски, не объясняет грамматику, ничего. Три часа погружения непосредственно с начала и до конца, даже на кофебрейке погружения в английскую речь. Для того, чтобы это все выходило в актив. Технологии, как я рассказал, по каждому из пунктов самые эффективные. И им мы вас обучим, и у вас будет личный помощник, который будет контролировать, что вы это делали и как вы это делаете. Все вопросы вы можете ему задать. Отдельно до курса проходит тренинг по заполнению слов. И здесь он на курс уже дорабатывается до уровня, который вам нужен. Хоть 1000 слов в день, хоть 500. Как минимум вам нужно будет сдать 300 слов за один день. Нет, он в эту стоимость не входит. Можно к девушкам будет обратиться или те, кто хочет именно этот тренинг отдельно. Он стоит 7600, отдельно стоит 3800. Получается чуть меньше 30000 за 2-3 уровня владения языком. Дешевле? Я даже не знаю, где можно идти. От 10 до 15 человек в группе. При этом формат работы такой, что там работают в маленьких группах. Во время практики вы не сидите подряд и слушаете, каждый человек говорит, вы работаете в маленьких группах. Раньше у нас было 18-20 человек и люди делали по 4 уровня. Как я рассказал про девушку. Это было 19 человек в ее группе. Она сделала 4 уровня. Остальные треть группы сделала 3 уровня. 2 раза в неделю – 3. Понедельник – среда, например, понедельник – среда пятница. Или вторник – четверг, вторник – четверг – суббота, вторник – четверг, вторник – четверг – суббота. Если у человека есть только месяц, у нас есть формат индивидуального курса. То есть все то же самое. Вы проходите с помощником, с преподавателем. Стоит это дороже. Это надо снять у девушек. Там есть разные пакеты. Есть максимальный пакет, там еще больше часов, чем здесь. Это стоит, по-моему, 59 тысяч суммарно. Можно вдвоем, можно втроем. Подходите, записывайтесь, всю информацию получаете. Все просто. Там также есть время на подумать. Три занятия, если вам что-то не нравится, деньги вам полностью возвращаются. Нет, это в одну неделю два, в другую три. Раньше мы делали по три раза в неделю, но люди почему-то начинают выть. Через два, говорят, что-то много, если это обязательные занятия. Поэтому мы делали два раза в неделю русскоязычные преподаватели и раз в две недели носители языка. Это оптимальное количество. Больше 700 человек так обучилось. Люди, которые и учатся, и работают полчаса в день, это реально в маршрутке. Сделать все задания и подняться на два уровня. Если вы делаете больше, там час-полтора, вы поднимаетесь на три уровня. То же самое, что другая языковая школа вам возможно предложит год за полтора, но без каких-либо гарантий. Есть вечерние, есть утренние, дневных практически нет. Мы от них полностью отказались. Есть индивидуальная информация. То есть, если у вас сменный график, если вы не любите людей, есть такие люди. Если вы, не знаю, хотите, у нас есть человек, говорит, хочу четыре уровня за два месяца. Он говорит, это псих. Он говорит, хочу. Не вопрос, занимайся. То есть, ну, это реально пять-шесть часов в день. То есть, если он хочет на уровне выпускника лингвистического факультета взять практически с нуля за два месяца, за летние, пускай занимается. Будет делать по уровню за две недели вместо полгода в обычной школе. Сам выбрал. Есть любой вариант. То есть, если раньше у нас был только, условно, курс, то теперь у нас есть еще плюс десять языков. Если вы хотите, кстати, по ивриту у меня прекрасный преподаватель, с которым я сейчас работаю по разработке курса. Где-то в середине июля курс будет. И по китайскому языку также курс будет. И можно, если вы хотите, другой язык. Немецкий, итальянский, испанский, французский, китайский, японский, иврит. Немецкий сказал еще какие-то два языка более. Какой ты не сказал? Корейский будет по-любому, мой первый язык. И японский тоже будет. Но японский я сказал. И китайский. Тоже будет три-шесть месяцев до уровня свободного владения китайским языком. Для детей индивидуальный курс. Пока только так. Поскольку дети, там хитрость другая. Мы работаем, у нас физический контингент людей. У нас люди не приходят учиться в English First. С нами ярче, длиннее, короче и так далее. У нас мы предлагаем результат. Ребенок, мы пробовали делать детские группы. Хитрость в чем? Ребенок, который занимается, у него будет и три-четыре уровня. Ребенок, который не занимается, придется возвращать деньги. Это экономически просто нецелесообразно. Индивидуальный курс, пожалуйста. То есть, если ребенок под гарантию. А без гарантии мы не делаем. Вы не найдете у нас ни одной программы, в которой не будет прописано по шагам то, что можно измерить. Сколько иероглифов в час, сколько слов в час, сколько уровней языка, навык понимания, тесты. Все это даже в ЕГЭ, когда я готовлю, у меня написано 69 баллов за 8 занятий. Почему? Измерим результат. Мы не продаем процесс. Знаете, как ремонт машины. Приехали, машина дребезжит, она говорит, а мы ее ремонтировали. Целый месяц. Только результат. Поэтому ребенок это индивидуальный курс. С 18. До этого индивидуальный курс. Подбирается помощник, преподаватель, носитель языка и поехали. Там еще больше часов. Практически все. А? Дети могут любой. Это было бы даже здорово, потому что английский у нас оттестировано просто и в хвост, и в гриву. А вот с другими языками, особенно китайский, иврит и прочее, интересно будет потестировать с детьми. Ну, китайский у меня дети 120 уроклифов за один присест. Запоминали, из которых вы справились 112. По-моему, вполне неплохой результат для детей 1-5 класса. 120 уроклифов – это месяц 4-5 изучения китайского языка. Может, 4. Люди в среднем за 2 года 500-600 уроклифов активно должны употреблять. Считайте, писайте. Есть ли еще вопросы? Да, график определенный. Если вам нужен неопределенный график, вы либо компенсируете пропущенные занятия индивидуально с преподавателем, это возможно, либо берете просто индивидуальный курс. Либо-либо. То есть специально сделаны все варианты. Если вы хотите только в полноуния, только на крыше, только своего дома и только с молодой женщиной заниматься английским языком, то мы вам подберем данный вариант. Причем плюс 2 уровня также будет в полноуния. Тест, разумеется, только в полноуния будет. Потому что, а как же вы покажете результат? Есть ли еще вопросы? Онлайн-курс угадал, да? По поводу онлайн-курса. С середины, конец июля будет онлайн-курс, который также дает плюс 2 уровень к владению языком, также с юридической гарантией, также все технологии там будут внедрены. Единственное, что там не будет работы в малой группе, там будет это реализовано другой технологии. То есть там будет больше упор на паттерны и больше упор на паттерны. Стоимость не такая же. Стоимость пока определяемся. Разумеется, меньше. По высшей математике, да. У меня сейчас команда из четырех человек. Как раз мы разрабатываем GMAT, вышку, то есть всю вышку для нематематиков, ЕГЭ и ГИА. Как часто открываются новые группы? Как часто открываются новые группы? Мы делаем все запусками, поскольку только наша школа вам предоставит. Ни одна другая школа вам не похвастается тем, что у них четкое распределение по уровням. Мы берем 100, 200, 300 человек и разом их распределяем по уровням. То есть вы не придете к нам и мы не скажем завтра открытие группы. Мы соберем 200, 300 человек, это происходит раз в 3-4 месяца и распределяем очень точно по уровням. То есть в вашей группе будут ровно люди, которые букву А знают, букву С знают, а букву П уже не знают. И все будут одинаковые. А что, П такая есть буква? Все говорят, нету. А буква? Все есть, да. Точное распределение по уровням. Потому что обычно в школу, условно говоря, группы стартуют постоянно и пихают в одну группу при интермедиат. И интермедиат запихнут, и элементы запихнут. В итоге один человек тормозит, другому скучно. Мы так не делаем. Чтобы группа максимально быстро шла, это надо подобрать на людей одинаковой формы, условно говоря, спортивной, одинакового уровня с одинаковыми кроссовками. Все бесплатно. 100 человек у нас уже есть. Набираем вторые 100 человек. Смотрите, ваши действия. Если вам интересно, это вас ни к чему не обязывает, вы подходите к нашим девушкам, оставляете свою фамилию, имя и минимальную предоплату. Она может быть 200, 300, 500 рублей, 100 рублей даже, если у вас нет других денег. Вам звонит менеджер, рассказывает, когда будет собеседование, интервью. Это не тест. То есть, вы приходите, часа полтора займет, вы проходите по всем станциям, чтение, письмо, говорение, понимание. Вас определяет ваш уровень, вам рассказывают подробно на все вопросы по курсу. Если вам все нравится, заключаете договор, у вас три занятия полных есть, после которых вам прямо скажут, нравится, все устраивает, будешь делать два уровня. Вы говорите, да. После этого начинает действие в гарантии результата. Если на каком-то из этапов до третьего занятия, перед третьим занятием, во время, на втором или на первом, или на тестировании, такой нос будет или что-то другое, деньги вам полностью возвращаются в том же конверте, в котором вы их принесли. Про онлайн обучение расскажу, когда будет онлайн обучение. Если вас интересует оно, просто Тимуру скиньте свои контакты. Все очень просто. У нас принцип работы следующий. Поскольку 100 тысяч человек за полтора года обучить, как вы понимаете, это большое количество людей, мы делаем как. Те, кому интересно, оставляют контакты, дальше с ними связываются полностью. Все. На все вопросы отвечают, они пробуют, если нравится, они остаются. Если нет, то нет. От чего зависит три или шесть месяцев? Если вы на уровне минимальном языка, это будет шесть месяцев. Если вы на уровне, скажем так, мини-мини, но что-то можете, можете за три месяца, если усердно позанимаетесь, можете за шесть, если два курса возьмете. Если вы уровень элементаря, то есть можете сказать, я хочу не очень соленый салат с уткой, это уже уровень элемента, прям профессиональный, то тогда через три месяца вы станете гарантированно уровнем intermediate. Все зависит от стартового уровня. Все просто. Ну что, на все вопросы ответил? Если интересно на лето или на осень, наш принцип следующий. Для того, чтобы нам вас лишний раз не беспокоить, вы нас лишний раз не беспокоите, мы делаем как? У нас есть базовая стоимость курса 35 тысяч. За нее вы можете пойти в любой абсолютно момент. Сегодня, завтра, послезавтра, через год, через два, если она будет такая же. Есть, называется, у нас это первое предложение. То есть, если первый раз вы к нам попадаете, мы вам делаем предложение. Вот так вот. Если вы оставляете свои контакты, для вас сохраняется вот эта цена. Если она повысится, то все равно там будет цена, видите, на треть практически меньше. Если вам не интересно, в любой момент, когда вам станет интересно, приходите, платите вот эту стоимость. Мы только больше рады. То есть, первый раз специально, чтобы собрать контакты, те, кому интересно, чтобы не каждому из вас звонить и говорить, а вам интересно, пробные занятия, тестировать, зачем? Кому интересно, тот запишется по вот этой цене. Никаких обязательств не накладывает. Все тестирования, вводные занятия у нас бесплатные. Если вам все нравится, вы продолжаете обучаться. Не нравится – не продолжаете обучаться. Просто как раз, два, три занятия. Да, вы просто подходите, да, вы говорите, интересно, осенью в полнолуние, когда будет третья полнолуна октября. Иврит, не иврит, любой язык, подходите, записываетесь. Примерное начало – это 25-е, 30-е июня, чтобы мы к середине, концу сентября закончили. То есть в начале октября вы будете свободно говорить на английском языке практически с любого уровня, с которого вы начнете, кроме, может, совсем нулевого. Через год цена будет выше. Но если вы сейчас запишите, для вас будет скидочная цена. Да, если вы будете язык поддерживать, либо, если вы придете через уровень интермидиат, вы также его вернете. Это как вождение. То есть мы вам гарантируем выходной результат. Что вы дальше будете делать, как в спортивном зале? То есть если вы добились мастера спорта. Вот мастер спорта навык не пропьешь. То есть вы будете всегда хорошо стрелять. Помните я говорю, все гарантии мы даем именно на уровень интермидиат. Почему? Я вам с самого первого дня внушаю, что не имеет смысла учить язык до уровня proficiency, advanced, intermediate ваша единственная цель. Потом подумайте. Наша задача, чтобы один или максимум два раза и дошли до уровня интермидиат. А, конечно, это любого уровня. Все равно на каком-то сейчас плюс два уровня. Минимум вы получите. То есть если вы сейчас на уровне ноль, как вы будете заниматься не знаю, может так, может так, может даже так. Если вы, смотрите, это раз и два, это два курса. Вы дошли, как это, в школе первый класс закончили, потом второй класс закончили. Если вы уже первоклассник, то мы… Да, с нуля это, скорее всего, будет шесть месяцев. Точнее, скорее всего, на девяносто девять процентов. Да? Ну сколько там? Если вы с уровнем бигинера, можете поднапрячься и за один курс пройти. Никаких там разделений уровней. Низший бигинер, старший бигинер, матерый бигинер. Я веду всю технологическую часть. И сам готовлю преподавателей, отбираю. У нас зарплата преподавателей больше ста тысяч. То есть, человек, который у нас на постоянке работает, больше сотни. Это люди, которые отбираются из сотен кандидатов. И три занятия мы не просто… мы не такие глупые, чтобы давать три занятия, чтобы потом половина группы уходила. У нас уход из-за преподавателя в группе после теста минимальный. Меньше там двух или трех процентов, люди просто которые пришли посмотреть. Потому что там такие преподаватели, такие технологии, что вы за три занятия уже получаете. И после этого пытаться уйти… Мы, разумеется, здесь ставим преподавателя, чтобы вы могли реального преподавателя посмотреть. Ни в коем случае. То есть, всех этих людей вы увидите сразу. Это не считается занятием. Нет, на тестировании будет, скорее всего, преподаватель академический директор и его помощник. Вы увидите на первом, втором занятии… Да. Те, которые у вас будут в группе, будут с вами до самого конца, если не случится ничего страшного. Нет, занятие будет Невский 78 и Невский 90. Может быть, какая-нибудь из утренней групп будет здесь. Но сомневаюсь. С 7 до 10 вечера проходят занятия два-три раза в неделю, либо с 10 до часу дня. На самом деле, если в целом вам интересно, вы просто подходите и записываетесь. Вам выдают всю информацию, у вас есть тестирование, все консультации, все тесты, все три занятия – все это бесплатно. Кручее предложение я пока не придумал. Может, следующее доплачивать людям за то, что они придут и узнают подробнее? Видеоуроки. А, видеоуроки. Всем вам придут смски, но вдруг, если вы не пользуетесь мобильным телефоном или его не указывали, можете добавить меня ВКонтакте. У меня на стене сейчас будет ссылка на страницу, где описано, как получить отзыв. То есть, вы переходите на страницу, там вас просят, там будет ссылка, там вам говорят, что сделать после семинара, чтобы получить максимальную пользу. Майндкарты нарисовать, с текстами проработать, чтобы навык внедрить. И там будет просьба, оставьте отзыв 3-5 строчек по делу о семинаре. Интересно, не интересно, плохо, хорошо. Вбиваете свои данные туда, нажимаете кнопку «Получить», там специальный скрипт, который проверяет, есть ли ваш отзыв или нет, больше ли он, чем 3-5 строчек или нет. Если все хорошо, и он нормально сработает скрипт, вы получаете доступ к второй странице, там все материалы. Там больше 30 разных ссылок, два вот этих моих видеоурока, тест на количество слабого запаса, все что угодно. Если вдруг по каким-то причинам скрипт как-то плохо сработал, можно мне в личное сообщение написать, я перешлю администраторам, они вышли лично. Похлопаем еще раз. А, так это платная программа, как запомнить слово. Я могу рассказать, как условно говоря, устроено обучение в автошколе, но я не могу научить на таком семинаре ездить. Я давно отказался эту идею демонстрировать. Почему? Это получается опошление технологии. Потому что там используются больше 10 разных технологий. Если показать кусочек, люди будут говорить, а я знаю, что это такое у Ягодкина. Не работает. За 5 минут не научить. С иероглифами могу делать 20 иероглифов вам за 10 минут, вы их запомните с первого раза. Будете писать, читать и так далее. Это легко. Потому что иероглифы они легче. Это все легче. Там технология другая. Иностранные слова – это технология, которая на 12 тысяч человек оттачивалась. И любой человек, 70 лет, 80 лет, 50 лет, 40 лет, 15 лет, ее может освоить за один день. И прямо сразу делается в конце, 40-50 корейских слов, делается за 15-20 минут всеми вами. Словы выбраны не вами, выбраны мною. И потом вы на слух. Я говорю, собака, вы говорите, ке, свинья, твэджи, право, оранжёк. И вы выдаетесь в трех повторений каждого слова. Ура! Если остались вопросы, можно подходить. Но ненадолго. Спасибо. Спасибо.